Давайте начинать. Больше будьте приготовлены к слышанию, чем к жертвоприношению. Навряд ли вы будете успевать все писать, конечно. Потому что вам придется прослушивать материал такой. Хочется закончить это за сегодня и за завтра. Сегодня четыре главы и завтра четыре главы. Песни без ней. Потом посмотрим, что как и будет происходить. Я благодарен Богу за то, что Он исполнил мою мечту. Меня давно привлекала эта книга. Я никогда не слышал ни одного учения на эту книгу в жизни. Нигде, ни за границей, нигде. Только один раз я одним ухом услышал, что Майкл Биккл, один из пророков, ему с детства Господь сказал, что ты будешь получать очень много откровений из песни-песней. Потом я начал искать, нашел вот такую вот книгу, песни-песни и разные переводы. Соломона, мирская книга. Вернее, мирская книга в мирских отделениях книг. Это я взял, купил в Киеве. Но там тоже посмотрел, что-то интересно, что-то не очень. Комментарии. Потом, помню, купил Жанна Гейон книга. Истолкование на песни-песней. И за границей, в Очмана Ни. На истолкование песни-песней. И когда я готовился к этому семинару, я думал, у меня хороший, прекрасный материал. Жанна Гейон знает глубину Иисуса Христа. Те, кто читали ее книги, очень серьезные книги. В Очман Ни такой очень известный учитель в свое время был. И когда я думал, что я буду приступать, начал читать эти книги, что-то не шло. Я думал, что такое? И когда молился, Господь сказал мне, я не хочу, чтобы ты вообще использовал эти книги в семинаре, чтобы ты читал их. Я хочу дать тебе то, что я дам тебе, иначе ты будешь влияем от этих книг. И это не будут твои откровения, твое, то, что ты изучал, а просто чье-то другое. Это не значит, что оно неправильное. Но просто вот так вот Господь оградил, дал милость и дал возможность подготовиться. Поэтому давайте тогда начнем с предисловия. У нас молиться мы будем иногда нестандартно в течение, ну, вдруг, в течение этого семинара. Предисловие. Ну, песни песней, понятно, наивысшее, наилучшее, наипрекраснейшее, наиглубокое из всех песен любви. Вышедшее из сердца Божьего. Бога Духновенное. Дух Святой – это Дух Любви. И он открывает в этой песне глубину любви. То, чем она обладает, эта любовь. Песня песней – это как превосходная степень, наилучшая из всех песней. Мы знаем в Библии «Суета-сует», «Небеса-небес», «Наивысшие небеса», «Суета-сует», «Наивысшая суета», «Святое святых», «Наисвятое место». А это песни песней. Песня песней – она очень ароматная, красочная и впечатлительная. И такие впечатлительные натуры, натуры такие чувствительные, они очень много будут подчерпываться. Не факт в общем, в общем. Духу Святому легче действовать через женщин. В общем, в церкви. Сестры быстрее чувствуют присутствие Духа Божьего и переживают какие-то глубины Иисуса Христа. Почему? Потому что они более чувственные натуры. Я думаю, нам, мужчинам, надо в процессе духовного возрастания становиться тоже такими чувственными натурами. Необходимо целостное восприятие этой книги и духовное истолкование образов и символов в этой книге с тем, чтобы взять Дух. То есть наша цель и ваша цель потом, вы будете прослушивать, молиться. Это не единократное прослушивание. Вы потом, в вас заведется определенный механизм. Вам надо регулярно быть в этом. Для того, чтобы достичь глубины этого. Глубины познания этой книги. И тогда, ну вернее не книги, а того, что за ней стоит. Того Духа, который Господь хочет высвободить. Того помазания и Слова. Чтобы пришло понимание. Это собирательный образ. Там возлюбленный, которым является наш Господь Иисус. Он и царь, и друг, и пастух. В одно и то же время. Винограды. Невеста тоже собирательный образ, который является церковь. Она и страж, виноградника, пастушка, царица, царская дочь. Друг другу иногда не приходится братом и сестрой. А иногда приходится женихом и невестой. А иногда приходится мужем и женой. То есть мы понимаем, что здесь это не просто о чем-то внешнем. Что здесь сокрыт большой, глубокий духовный смысл. Характер возлюбленная, если посмотреть. Она то несовершенна, то совершенно. То укрывается, то открывается. То входит, то выходит. И мы посмотрим на это конкретно. Евреи запрещали читать эту книгу до 30-летнего возраста, пока человек не достигал 30 лет. Они также запрещали читать первую книгу бытия и начало и завершение книги Иезекиля до достижения 30-летнего возраста. Четыре рода лиц в этой песне. Жених Иисус, невеста церковь, с невестой общества девиц, под рукой, которые в книге называются черри иерусалимские или черри сиона. Это верующие, которые не ходят в близких взаимоотношениях с Господом, в отличие от настоящей невесты в церкви. С женихом есть общество товарищей. Вот откуда, наверное, взято слово товарищей. Общество товарищей. То есть это свидетели. Свидетели Иисуса Христа. Также здесь происходит смена времен года. От зимы к весне. От весны к лету. От лета к осени. Движение невесты прослеживается с первой главы по восьмой. Движение ее и возрастание ее в совершенстве. К совершенству. Песня песней содержит в себе откровение сердца Бога и то, каким он нас видит. Некоторые верующие только овцами себя видят. Но на овце вы далеко не уедете, как говорится. Не уйдете, если только представлять себя овцой. Вот ты овечка, овечка, овечка. Вот эта песня маленькая овечка. Я иду за ним узкою тропою в город Иерусалим. Овцы только один раз было названы мы. И то в сравнении, потому что они послушные и слышат голос Божий. Но здесь сказано то, каким должна быть невеста. И как Иисус ее видит, как Он видит нас уже. Как завершенный образ. И поэтому, если мы будем смотреть на себя так, как Он видит нас, мы прообразимся в этот образ, который Он нам показывает. В который нам и нужно преобразиться. То есть, каким Он, и также здесь показано, какая церковь должна быть, и какой Бог является для церкви. Каким Он является в своей глубине. Не на поверхности, а в своей глубине. Дух откровения даст нам пить вино любви. И ощущать Его присутствие. И обонять Его славу, если мы будем в это все входить. Символы и образы здесь очень много. Эта книга символическая, это понятно. И в символах заключен смысл. Глубокий духовный смысл. Гор, благовоний, частей тела, украшений, местонахождений. Это все различные аспекты славы Его и славы, которые Он дает своей невесте. Я думаю, у нас будет хорошее время в Духе. Поэтому одним ухом слушайте меня, другим ухом слушайте Дух Святой. Он может совершать и будет совершать глубокую работу в вас. И даже после того, как вы будете идти домой, спать и так далее и тому подобное. Я верю, Господь заведет определенный механизм, который раньше никогда не заводился. Или как-то поверхностно использовался. Время в Духе это самое лучшее проведенное время. И только так можно жить и пережить эту пророческую книгу. Только в Духе. Пребывая в Духе и двигаясь в этом слове. Песня песней это цель. Цель какова этой книги? Восстановить первую любовь и ходить в первой любви. Чтобы светильник наш не был сдвинут с места. И в Ефесской церкви было сказано, если ты не прибудешь в первой любви, я сдвину твой светильник с места. Светильник символизирует свет откровения и помазания. То есть та церковь, которая не ходит в первой любви, будет лишена откровения и помазания. Настолько это серьезно. Также любовь, Писание говорит, совокупность, полнота, совершенство. Поэтому всякая, это высшая добродетель, любовь. Это самое мощное оружие, которое только существует во вселенной. Самая главная заповедь. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всем разумением, крепостью. Новая заповедь, которую дал Иисус. Новую заповедь даю вам. Да любите друг друга, связанно с любовью. Самая лучшая защита от врага. Благословляйте проклинающих вас. Любите врагов ваших. Враг обезоруживается любовью. Поэтому необходимо познать превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы нам исполниться всею полнотой Божьей. Любовь приведет нас в полноту. Вера, внешний двор храма, надежда святое. И святое святых это любовь. Там познается любовь, святоем святых. Дух любви приведет в движение этот механизм любви в нашем духе. Об этом мы молимся. Чтобы Господь привел в движение этот механизм любви. Поэтому все время находитесь в молитвенном состоянии. Кто-то видит в этой книге наставление к Эросу, христианское Камасутра. Кто-то видит так. Я разговаривал с людьми, что ничего здесь нет глубокого. Это просто какие-то пожелания для мужа и для жены, как им вести совместную жизнь, интимную. Кто-то видит в этом любовь Бога к Израилю. Но мы прекрасно знаем образ невесты. Кем является невеста. Слава Божия поработала и покрыла тайную это слово любви. Слава Божия облекать тайное дело. Пусть Господь даст нам славу царскую исследовать посредством откровения. И войти не только в эту информацию, которая там дается, но и в саму любовь, в этот поток духа, энергии любви Божьей. Я верю, мы как церковь, вообще в общем, подходим к очень важному моменту. Вхождение в глубокую близость с Ним. Вхождение близко с Богом. Особую жажду познать Его. Мы зреем и растем, чтобы войти во время любви, которую Он предопределил. И из Икель 16.18 можно посмотреть об этом времени любви. Конкретно говорится. Давайте посмотрим. 16.18. 16.8, прошу прощения. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрыли рис моих на тебя, и покрыл ноготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь. И ты стала моею. Другой перевод говорит очень интересно здесь. Я взглянул на тебя, и увидел, что ты вошла в возраст любви. То есть это стадия ухаживания. Когда Бог приходит и начинает ухаживать за нами, как за невестой. Ой-ой-ой, это серьезно, и этого еще не было. Церковь входит в этот глубокий союз с Христом. И тогда Господь скажет нам, я близок с Ним. Когда Он сказал Аврааму, я избрал его. Другой еврейский перевод, я близок с Ним. И вот эти избранные, это те, кто будет близко к Нему. Хорошо. Давайте непосредственно перейдем. Мы посмотрим на первую главу, а потом помолимся. Я буду молиться по слову здесь. Это только будет касаться первой главы. А вы будете просто потом молитвенно слушать и принимать. И просто присоединяться к Господу. Это не молитвенное собрание, вы будете просто принимать потом. Хорошо. Первая глава. Да лапзает Он меня лапзанием у своих, ибо ласки твои лучше вина. Когда будет молитва идти? И вот некоторые вещи мы здесь поясним. Но когда будет идти молитва, эта молитва будет согласна истолкованию первой главы. Понимаете? То есть вы можете потом в этом слушать, усмотреть, молиться. Некоторые вещи мы просто поясним. Ласки лучше вина. Вина это удовольствие этого мира. От благовония мастей Твоих имя Твое как разлитое мира, поэтому девицы любят Тебя. Влеки меня, мы побежим за Тобой. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться Тобою. Превозносить ласки Твои больше, нежели вино. Достойно любят Тебя. Черри Иерусалимские. Черная, но красиво. Как шатрыки дарские. Как завесы соломоновые. Не смотрите на меня, что я смогла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери мои разгневались на меня. Поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не сберегла. Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты? Где отдыхаешь полдень? К чему мне быть скиталицей возле ста товарищей Твоих? Скиталица одета в одежду блудницы. Та блудница, которая ищет пристанище и хочет замуж. Если ты не знаешь этого прекраснейшей женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят своих подле шатров пастушеских. Кобылицы мои в колеснице фараоновой я уподобил Тебя, возлюбленная моя. Прекрасно ланиты Твои под подвесками, шея Твоя в ожерельях. Золотые подвески мы сделаем Тебе серебряными блестками. Да коли царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое. Мировый пучок, возлюбленный мой, у меня, у груди моих пребывает. Носили женщины на востоке мировый пучок. Это реально было. Как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградних ахингетских. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза Твои голубиные. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень. Зелень мы говорили, где это ложа зелень? Помните, мы говорили, что это не доллары, а это вокруг престола на небесах. Иоанн увидел, была радуга, виду подобно смарагду, изумруду зеленого цвета, что символизирует завет мира, что символизирует обновление, возрастание, хождение в силе духа, хождение в жизни Божьей, воскресение Божьем, что приносит обновление, освежение. Также это говорит о мире и о покое Божьем. И вот эта радуга зеленого цвета, это то место, где наша ложа находится. То есть это то, где мы должны обитать. Это там, где мы посажены во Христе Иисусе. И это то место интимного пребывания с Богом. Небеса небес. Там, где он находится пред своим престолом. То есть это не доллары, зелень. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа на зелень. Кровли домов наши, кедры, потолки наши, кипарисы. Перед тем, как мы молитвенно будем молиться об этой главе, некоторые вещи, кедры и кипарисы, это вечно зеленое растение. То есть это говорит о жизни вечной, в которой мы пребываем. Кипарис долговечный строительный материал, имеющий приятный запах. Из него также изготовляли музыкальные инструменты. Шел на облицовку внутри храма кипарис. Символизирует стройность, прямоту, праведность и высоту. Это те параметры, которые имеет наш дух, наш духовный человек внутренний. Кедр. Высота кедра была до 40 метров. Толщина до 4 метров. Кедры, Ливан, гора Ливан. Возвышенность Ливан была покрыта кедровыми лесами. Это очень благородное дерево. Символизирует силу, власть, мощь, красоту и прочность. Также это параметры нашего духа, которые мы должны иметь. Древесину кедра не точат насекомые. То есть она не портится. И невеста, она не поддается соблазнам этого мира, растлению в похоти и хранит себя неоскверненной от мира, не поврежденной мирскими похотями. Предписывался для принесения определенной жертвы очищения кедр. Левитам 14.4, 14 глава 4 стих и 49 стих числа 19.6. Использовалось для строительства кедр, для строительства дворца Давида и Соломона и храма Соломона. Храм поставлял эти царь, поставлял кедр. Кипер – это соцветие в виде гроздев. Это не виноград, как мы его понимаем, а это определенное соцветие бело-желтых душевцев цветов в виде гроздев. Из него получали хну. А хна идет для покраски волос, для покраски ногтей. То есть, мы теперь понимаем, что символизирует кипер. Во-первых, кипер. Он символизирует благоухание, а во-вторых, когда мы что-то красим, оно приобретает свет. Оно приобретает определенную окраску. Поэтому Господь также, когда мы ходим в духе, мы приобретаем определенную окраску. Мы изменяемся. Кипер греческая, знаете остров есть греческий, который кипер? Кипр. Это то же самое слово, да. Енгеди буквально переводится как козлиный источник. Это оазис, где росло много киперов. То есть, это здесь мы в первой главе говорили об этом. То есть, это оазис, это то место, в которое мы помещены Господом. Шатры кедарские, кедаряне, это народ потомки Измаила. Эти шатры были покрыты черной козьей шерстью. Понятно, да? И рассмотрим завесы Соломоновы. Они были либо в опочивальне, либо во дворце. Красивое изготовление завесы. Какой-то покров, отделение. И мы, Бог отделил для себя своего святого. И то отделение, то посвящение, которое мы имеем в нем, оно прекрасно. Теперь я хочу посоветовать вам просто расслабиться, закрыть свои глаза, просто войти в присутствие Божье. И может внутренне молиться как-то на языках. И сейчас мы помолимся по первой главе. Там может у вас много вопросов, что это имя, разлитое мира и так далее и тому подобное. В процессе мы некоторые эти вопросы рассмотрим. Но сейчас по первой главе с истолкованием мы будем молиться. Господь, даруй откровение нам красоты невесты из Твоего сердца. Даруй поцелуи Твоего сердца, тайну Твоего помазанного имени, вино Твоей любви, чтобы пребывать с Тобою в помазанном видении. Даруй знать тайны любви. Пусть имя Твое открывается в помазанном присутствии. Сделай известным елей Твоего имени. Твои масти приятны для обоняния. Дай провозглашать Твое имя и затем принимать аромат благоухания, который оно высвобождает. Вдыхать своим духом аромат Христова благоухания. Одно лишь упоминание Твоего имени выделяет пророческое помазание. Соприкоснись, Господь, с нашим сердцем, с нашим духом через поцелуй Твой, через лапзание уст Вых, через Слово Твое, посредством единства любви. Уста Твои доцелуют меня словом любви и благодати. Дай переживать близость с Тобою, аромат Твоего помазания, который лучше вина, лучше всех удовольствий этого греховного мира. Произнесение Твоего имени высвобождает помазание. Господь, дай ощущать осязательное, ощутимое проявление Твоей любви. Мира излиянное, дух пророчества, имя Твое. Влеки меня, притягивай силой любви своей. Я побегу за Тобою. Не буду долго раздумывать, взвешивать стоит или не стоит. Куда Ты, туда и я. Да будем безраздельно одно. Но, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Ибо я от плоти Твоей и от костей Твоих. Я взят из сердца Твоего. Царь, жених мой, введи меня в чертоги Твои, в Твою опочивальню, в Твои внутренние покои, в которые может войти только невеста и никто другой. Дай увидеть внутренность Твою, великая и недоступная, чего я не знаю и не видел. Сокровенная в Твоем сердце, глубины Божьи, недр очи, чрева зари, место близкого соития жизней. Влеки и введи в Твой внутренний мир покой. Да возлекаю и возрадуюсь, да восхищаюсь Тобою. И буду превозносить Твои ласки, Твое внимание, Твое ухаживание. Больше, нежели вино. Ты лучше всего. Кто мне на небе, кроме Тебя? И с Тобою ничего не хочу на земле. Я осознаю свой грех. Несовершенство, неполноценность, несостоятельность и незрелость. Так думают обо мне. Но я красив в глазах Твоих, как шатрыки дарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я несовершенен. Солнце скорби и трудностей опалило меня. Я испытал огонь отчаяния, боли, разочарования и страхов, невыносимого рабского труда. Даже сыновья матери моей, братья мои во Христе в непонимании, внешне судя меня, пренебрегая моей незрелостью и простотой, отослали меня, поставив стеречь их виноградники. Но свой виноградник я не сберег. По своей недоброжелательности они дали мне чуждое занятие, сделав меня стражем по принуждению. Я не заботился о своем собственном духовном состоянии и росте. Скажи мне, Иисус, Ты, которого любит душа моя, где пасешь Ты? Где место Твоего обитания? Где отдыхаешь Ты в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей Твоих? Зачем мне соблюдать дистанцию, ходить кругами под покрывалом блудницы? В боязни приблизиться к Тебе, ибо не совсем хорош. Ты мой пастырь, в Тебе успокаивается душа моя. Ты покоишь меня на злачных пажетях и водишь меня к водам тихим. Дай мне разделить место среди учеников Твоих. Дай не искать Тебя там, где Тебя нет. Открой мне место Твоего пребывания, там, где Ты обитаешь, и введи меня в то место, чтобы там, где Ты и я был. Ты обращаешься ко мне и говоришь, если Ты не знаешь этого, моих целей, желаний, отношения сердца моего, моих чувствований к Тебе, невеста, то знай, Ты прекраснейшая женщина. Иди по следам овец, которые слушают голос мой. Учись слышать голос мой в себе. И паси козлят Твоих, развивай, культивируй свои чувствования, обуздай свои страсти в духе послушания. Разбей свой пастушеский шатер, место, куда я буду приходить к Тебе и общаться с Тобою. Сделай сердце свое скини и собрание и встречи со мною. Ты желаешь больше близости, так приближайся. К облице моей, сильной, прекрасной, наилучшей, в колеснице фараоновой я уподобил Тебя. Возлюбленная моя невеста. Прекрасны ланиты Твои, щеки Твои под подвесками, под вуалью. Ты учительна, гибка, способна к изменению, способна расшириться и распространиться, больше приготовить место для Духа моего в Тебе. Шея Твоя в ожерельях, Твоя воля, Твои решения, они руководствуются ведением и мудростью моей. И Ты учишься двигаться в послушании, как тело идет по слушании голове, соединенное шеей. Золотые подвески я сделал Тебе, серебряными блестками, украшения славы моей и слова моего. Они будут подчеркивать Твою красоту и способность носить, носи дары мои. Это Твое. Твое посвящение мне украшает мою жизнь. Да коли Ты, Царь, за столом Твоим, местом общения, обогащения пищи, царского стола, обильной, помазанной, подкрепляющей, благословенной, чтобы вкушать Слово Твое и Дух Твой. Мой нарт, мой Дух отдавал Тебе хвалу и поклонение, издавал Свои благовония. Мировый пучок послушания до смерти, страдания, которые я разделяю с Тобой в своем сердце, Иисус. Я буду носить в сердце Своем, чтобы познать Тебя, силу Твоего воскресения и участие в Твоих страданиях. Как кисть кипера, Ты, возлюбленный, у меня в виноградниках ингетских, любимый цветок, душистый и красивый. И Ты говоришь мне, о, Ты прекрасно, возлюбленная моя, Ты прекрасна. Глаза Твои голубиные, отражают простоту, искренность, нежность и верность. И я говорю Тебе, Иисус, о, Ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложи у нас зелень, место нашего отдыха у престола Твоего, где радуга Завета Твоего, несущая рост, обновление, пробуждение, свежение, силу жизни, силу воскресения, чтобы уподобляться Тебе, Сын Божий. Кровли домов наших, кедры и потолки нашей кипарисы, наш дом, в котором мы находимся с Тобою, наше убежище, которым Ты являешься, то место, где мы разделяем с Тобою сердца, оно в праведности, оно высоко, оно стройно, оно прямо, оно полно силы, власти и мощи Твоей, полно Твоей красоты и прочности. И дай мне узреть это все, дай узреть эту красоту и эту благодать и славу Твою в доме Твоем. Аминь. Мы не упомянули еще мира. Мира входила в состав помазания. То есть, это часть помазания. Это благовоние. Самая чистая была мира, мира самоточная называлась. Она капала каплями. И Иисусу дали, когда волхвы пришли, помните, они дали ему что? Золото, ладан и мирну. Смирну. Это греческое слово миры. Золото, как царю всех царствующих. Ладан, как священнику. Первосвященнику, почину Мелхиседека. И смирна, что символизирует мира, как пророку. Мира символизирует пророческое помазание. Тело также было, готовилось к погребению, использовалось мира. Это говорит о погребении тела Господа. И мира говорит о страдании, о послушании и участии в его страданиях. По первой главе есть какие-то вопросы? Что-то немножко начало проясняться? Что такое вино, что такое то, что такое сё и так далее. Хорошо. Конечно. Только в этом месте это имеет дух этого мира. Потому что он лучше, чем все удовольствия этого мира. В общем, мы знаем, вино символизирует Дух Святой, но нам надо смотреть, когда мы, да, истолковываем символы, нам надо смотреть в контекст. Потому что, помните, на пророческой школе мы говорили, что символ несёт и положительное, и отрицательное значение в зависимости от ситуации. То есть, левы с коленой Иудина и рыковичий лев. И так далее. Поехали. Спасибо. Ко второй главе? Поехали. Вторая глава. Я нарцисс саронский, роза шарона, лилия долин. Что символизирует нарцисс саронский? В некоторых переводах говорят, это просто крокус был. Кто знает этот крокус? Довольно красивый такой, фиолетовый цветок, небольшой лесной, очень нежный и очень красивый. Символизирует красоту, великолепие, чистоту и славу Иисуса Христа. Лилия сарон, это равнина, которая славилась красотою и плодородием и изобиловала обилием цветов. Вот это нарцисс саронский. Это не тот нарцисс, который с тюльпанами продают у нас на рынках. Это другой. Весной. Лилия. Что символизирует лилия? Красота имела приятный запах, который разносился на далекие расстояния. Посмотрите на лилии. Помните, Иисус говорил. Они не ждут, не придут, но даже сам Соломон в славе своей не одевался так, как она одна из них. Слава. Лилия также символизирует славу, чистоту, белый цвет. Чистоту. При Давиде, подобно лилии, устроялись некоторые музыкальные инструменты, которые так и переводятся, как лилия, шаман, еврейское слово. То есть, подобие этого цветка было взято, подобие этого музыкального инструмента. Вы можете просто следить, мы идем по второй главе. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Бог отделяет свою невесту от всех остальных. И очень опасно думать, что все верующие – это невеста. Человек становится верующим, это его не делает автоматически невестой. Это его делает верующим, который спасен. но это его еще пока не делает невестой. Для того, чтобы стать невестой, надо иметь определенный уровень посвящения. Это человек, который посвятился невеста, она посвящена своему жениху. Все. Ее интересует только жених, что он из себя представляет, что он делает, чем он занимается, как он говорит, как он выглядит. Невеста полностью поглощена женихом. Верующий, который принимает Иисуса Христа Господом, первые несколько лет он поглощен только собой. Где бы вот мне, вот я, мне, мое, и так далее. Что лилия между терными. Лилия, мы только что сказали, знаем, что это, но терный – это символ проклятия. В поте лица своего ты будешь добывать из земли, она не будет давать тебе силу, она произрастит тебе терные волчцы, что символизирует проклятие. В поте лица чела, лба, еврейский перевод, вот почему терновый венец был одет на голову Иисусу Христу. Это рабское мышление, это проклятие, которое находилось, оно было снято. Господь выделяет нас из общей среды. Представьте себе, Он выделял, у Него был любимый ученик. У Бога всех любят одинаково. И да, и нет. Своей безусловной любовью, АГП, Он любит весь мир одинаково. Ибо так возлюбил Бог мир, что Ост дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, не погиб, но имел жизнь вечную. Любовью АГП, всеобъемлющей Божьей любовью, Он любит всех. Но есть другая любовь, есть любовь Филио, братская, есть дружеская любовь. И у Него был любимый ученик, потом были три, которых Он брал везде, апостола, а остальные оставались на месте. То есть, Он выделяет нас из среды. И это не для того, чтобы завидовать, это не какое-то лицемерие, это не, ни в коем случае, не какой-то фаворитизм, что у Него есть любимчики. Иными словами, кого Он выделяет? Тех, кто желает Его больше. То есть, с другой стороны, если посмотреть, это не то, что Он любит кого-то больше, Он любит всех одинаково. Но кто-то входит глубже в эту любовь и познает ее в большей или меньшей мере. Кому много прощено, тот много любит. Значит, кому мало прощено, тот мало любит. Кто считает, что Он такой хорошенький, замечательный, что Бог Ему простил некоторые грешки, а так, в общем, Он был нормально. Тот не будет сильно любить Бога. Кто осознает, а нам всем много прощено. Не обязательно быть в тюрьме, не обязательно быть убийцей, чтобы сказать, мне прощено многое. Нам всем много прощено. То есть, все познается в сравнении. В третьем стихе, что яблони между лесными, деревьями, то возлюбленный Ему между юношами, она уже выделяет Иисуса. То есть, Он отделяет ее из общей среды и уделяет ей больше внимания. В свою очередь, невеста, мы, также начинаем отделять Иисуса и осознаем, что, в принципе, Он лучше и больше, чем все наши нужды, чем все наши желания, чем все наши стремления. И если Иисус, это все, что у нас есть, Иисус, то, что нам, все, что нам нужно. Когда человек понимает это, что больше ему ничего не нужно, тогда он переходит на другой уровень посвящения. Она выделяет его сравнение. Ты лучше сынов человеческих. Сыновья человеческие, это сыновья человеческие. Это люди. Человечество. В тени яблони люблю я сидеть. В тени яблони тень, присутствие, покров. Яблони, люблю я сидеть, нахожу удовольствие, наслаждаюсь жажду этого покрова. Яблоня, в другом месте говорится, освежите меня яблоками. Яблок символизирует освежение и обновление верующего в благодати Божьей. Вы можете со мной не согласиться, но мне лично надоедает любой фрукт, кроме яблок. Яблоки я могу есть всегда, в любой момент. Слива, ей можно объесться, и груша, все что угодно. Но яблок можно и есть, и есть, и есть, и есть, есть что-то в яблоке такое. Хотя, я осознаю, что может яблоком имеет значение, не совсем может то, что мы представляем, как яблони, я точно не знаю. Но факт остается в том, что если истолкование яблоков, освежите меня яблоками, она позже говорит. То есть, это приносит освежение. Поэтому мы говорим, что яблони, это освежение. Когда мы находимся под покровом Божьим, в присутствии Божьем, это освежает и обновляет нашу жизнь в благодати. Он ввел меня в дом пира. Другой еврейский перевод в дом вина. И иногда бывает, он берет церковь и вводит в дом вина. И все пьянеют от Духа Святого. Все исполняются Святым Духом, и мы просто пьем это вино, и происходит такая благоприятная духовная интоксикация. Я недавно с одним благословенным пастором, который я очень люблю, в Киеве разговаривал по поводу духовных переживаний. И он сказал мне, а мы уже все это прошли, мы падали в духе, мы смеялись, мы уже... Это уже все, это мы прошли это. Это пройденный этап. И когда люди говорят такое, меня это удивляет. Как можно пройти то, что никогда не пройдешь? Что вы постоянно вот это смеетесь? А что нам, постоянно плакать что ли? Это радость в Господе. Радость она внутренняя. Любой больной на голову в этом мире скажет вам, что радостного человека видно по смеху и по улыбке на лице. Невозможно быть радостным внутри. Это просто глупость полнейшая. Это религиозный дух, который дурит мозги другим. Да мне никогда не будет достаточно пьянеть от Духа Божьего. Мы уже это все прошли. Были эти проявления у нас, мы уже выросли из этого. Он ввел меня в дом пира, в дом вина. Помните, в первой главе он ввел ее куда? В царские чертоги. А теперь он ввел, сначала Господь вводит нас в одно место, в духе. Мы получаем определенное духовное переживание. Для чего нам нужно духовное переживание? Духовное переживание дает нам опыт. А опыт делает нас мудрыми и знающими того, с кем мы переживаем этот опыт. В христианстве катастрофически не хватает духовных переживаний. Нам это слово дано, как книга о вкусной и здоровой пище, которую мы должны вкусить и пережить. Оно не дано для того, чтобы мы научились интеллектуально, заучили наизусть эти стишки в голове и цитировали их, когда надо и когда не надо. Нам дано слово, чтобы мы увидели, что Господь, Дух Божий приготовил за этим словом для того, чтобы это все впитать и стать этим словом. Не хватает переживаний. Такие вещи, как откровение, пророчество и даже самый простой дар, который должен проявляться почти на каждом собрании, дар говорения иными языками и столкования языков, который был обычной практикой, редкость в харизматических и пятидесятнических церквях. Церкви, которые думали, что они держат монополию в доме вина, в доме пира. Мы опять говорим о дарах Духа Святого, о проявлениях Духа, когда мы пьем это вино, когда мы переживаем эту работу Божью. Он ввел меня, видите, есть вещи, в которые мы сами не можем войти по своему желанию. Мы можем молиться, искать лица Божьего, но только Господь может ввести нас туда, только Дух Божий может прийти и совершить какую-то работу и излить. Явление ангелов, переживание присутствия Божьего, видеть славу Божью, переживать посещение третьих небес, отправляться на третьи небеса и видеть, что там происходит. Это должно быть нормальным, естественным переживанием. Когда об этом говоришь, некоторые говорят, это похоже на колдовство. Нет, колдовство похоже на это. Мы не учимся у колдунов, они учатся у нас. Они взяли духовные принципы, которые прекрасно используют. Они молодцы в своем мире, они духовные практики. Их теория не удовлетворяет, им нужно духовное переживание, потому что самое сильное переживание, которое мы можем иметь, это переживание в духе. Это то, к чему стремится невеста в песне-песне. Переживание души, оно временное и непостоянное, но переживание в духе, когда наш дух переживает дух Божий, это что-то серьезное. Да, брат, ты посещаешь небеса, это нормально. Посещать небеса, видеть это, это нормально, это прекрасно посетить небеса, знаете, на небесах есть комнаты снабжения. Вы были когда-то? Там есть комнаты снабжения, там слитки золота, слитки серебра и деньги, вся валюта мира, она располагается там. И если надо, Бог оттуда берет это и обеспечивает нас всем необходимым. И есть специальные ангелы, ангелы снабжения, которые приносят это в нашу жизнь. Вот почему я слышал неоднократно свидетельство маленькая церковь, пастор, этот пастор должен был в Южной Африке ехать учиться с нами, мы учились по спонсорству в библейской школе в Англии. шестимесячной. Представляете, в Англии с их фунтами и стерлингами. Вот. А ему нужно было собрать финансы. И церковь там 15-30 человек собрала финансы 30 тысяч за одно собрание долларов. Все прекрасно знали, что пастор, я знал, кто на что способен, как и что. Открыли, там были, откуда? Обеспечение Божье. Нам надо больше посещать небеса, потому что Писание призывает нас искать горнего, где Христос сидит одесной Бога. Ищите горнего. Ну, брат, что это за жизнь? Это нормальная жизнь, интересная жизнь в Духе Божьем. Это сверхъестественная жизнь. Другой жизни у нас нет. Если то христианство, которым мы живем, естественно, значит, не тому Богу служим, не тому Богу поклоняемся и не тем Богом наполняемся. если человек говорит, что он семь часов молится в тайной комнате, а он сухой, сухой, то не тому Богу он молится семь часов каждый день. Человек, который молится правильному Богу семь часов каждый день, его будут сопровождать чудеса и знамения и великие явления Божьи. Большинство людей в церкви боятся этого. А что, если дьявол? Ты веришь в дьявола больше, чем ты веришь в Бога? Ты веришь в силу дьявола больше, чем в силу? А что, если дьявол обманет меня? Ведь в последние дни говорят, что придет Антихрист, и он тоже совершит лже-чудеса, но пусть себе совершает. А у нас будут настоящие чудеса и знамения. Соблазняться только те церкви, которые настоящего не имеют. Ложным всегда соблазняются те, кто не имеют настоящего. Те, кто не знают настоящего пророческого служения, всегда в свою среду запустят лже-пророка или Иезавель. Потому что святое место пусто не бывает. Пусть себе движется, сводит, а мы будем сводить огонь Божией благодати на собрание. Он вел меня в дом пира и знамя его надо мною любовь. То есть, все, что Бог делает с нами, все его действия с нами, внутри и извне, они под знаменем любви. То есть, другими словами, Он это делает в любви и с любовью. Знамя это что-то военное. То есть, Бог защищает нас и оберегает нас и покрывает нас своей любовью. Дом вина. Что такое дом вина? Это дом Божий. Премудрость устроила себе дом, вытесала семь столбов, приготовила пищу, заколола жертву, растворила вино. Растворила вино, некоторые современные теологи используют, что тогда пили растворенное водой вино, чушь полнейшая. Оригинал говорит, смешало вино, взяло разные вина и смешало, чтобы ароматик был особенный, и вкус был особенный. Коктейль сделала. Семь духов Божьих, семь очей, семь духов, семь огней пламени, дух, премудрости, разума, совета и крепости, силы и благочестия, и страха Божьего. Те семь проявлений Духа Божьего, семь вин, которые смешались в одно, в Дух Святой, тот Дух, глава 11 Исаии, который почивал на Иисусе, этот Дух почует на церкви, почует на нас и дает нам все необходимое. Мы пьем вино его мудрости, его силы, мы пьем вино его благочестия и так далее, и наполняемся этим вином. Это дом молитвы. И любовь, как вино, оно делает нас пьяными. А человеку пьяному все по колено. А мне любое море, море по колено. То есть человек, который влюблен, ему все равно. Есть у него кусок хлеба, нету. И Господь хочет поднять нас на этот уровень, не то, чтобы у нас хлеба не было, а то, чтобы нам было вообще все равно. То есть не то, чтобы мы были такими пацифистами и такими отделившимися, но просто, чтобы нас не касались и не беспокоило то, что беспокоит людей этого мира. Мы не можем эффективно служить миру, если мы как мир думаем, живем, дышим и беспокоимся. Как мы можем их же проблемами им и служить, которые в нас есть? Подкрепите меня вином. Ой. То есть крепость духа, вино духа святого здесь уже. Освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю, слабею от любви. Шестой стих. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Близкое объятие. Ты объемлешь меня своим присутствием. Псалом 138, об этом Давид говорит. Левая рука, одно из слов, перевод левая рука, еврейский, север. Северная часть, северная сторона. Левая рука. Север означает сокрытый, тайный, потаенный. Сокрытая, тайная, потаенная работа, которую Господь производит у нас в голове. Левая рука твоя под головою моею, голова, главенство, владычество, начало, лучшая, вершина. Это еврейские однокоренные слова головы. Вершина, начало, лучшее, владычество, главенство. То есть он совершает глубокую, сокрытую, тайную работу в глубине нашего естества, в нашем разуме. Для того, чтобы учить нас соблюдать его главенство, двигаться в его владычестве. Правая, конечно, юг. Обнимает меня. Юг, это сушь, засуха. Пустыня Негеб южная, которая в Библии описывается, засуха, символизирует засуху. Но с Господом в его духе нету засухи. Поэтому, когда он обнимает нас, когда мы в объятиях Бога, то есть, как в коконе, в его присутствии, в его славе, тогда никакой сухости у нас быть не может. Хорошо. Поехали дальше. Седьмой. Здесь говорится, заклинаю вас, чери Иерусалимский. Видите, опять развлечение. Серными и полевыми ланями. Не тревожьте возлюбленной доколе и угодно. Серная и полевая лань символизирует великолепие, красоту, славу и грациозность. Не будите, не мешайте наслаждаться любовью. Оставьте меня в покое, чери Иерусалимские. Я отключила свою мобилку, и не надо меня беспокоить в мое утреннее молитвенное время со своими проблемами. Твоя проблема подождет, дай мне понаслаждаться любовью с моим Господом. Иметь это близкое общение. То есть переводить это то, что это значит на наш современный язык. Не мешайте наслаждаться. Сон в слове. В Библии. Слово сон часто духовное значение измененное состояние духа. Измененное состояние сознания. Прежде чем Ева вышла от Адама, Бог навел на него сон. Первая операция с анестетиком. Вот откуда пришел анестетик. От Господа. Выключил его, навел на него сон, открыл глаза, уже Ева. Поэтому Бог иногда наводит на нас сон не дух усыпления, который неправильный. Человек должен бодрствовать, он засыпает. А правильный сон и когда мы глаза открываем, просыпаемся, оп, уже какое-то благословение. Уже что-то Бог сделал. А мы любовью занимались. Помните, Бог навел сон на Авраама. И потом появился столб огненный и облачный прошел между жертвами. Написано, после захода солнца напал на него страх и ужас во сне, оцепенение такое. То есть, он вошел в это состояние, что он ничего не мог сделать. И слава Богу. Вместо него, между этими жертвами, каркасами, прошел Иисус Христос. Папа это столб облачный, Иисус столб огненный. Если бы Авраам сам прошел, первое его непослушание и до свидания. Поэтому Иисус уже тогда был заместителем, заместительной жертвой, если так можно выразиться, и заступником, и ходатаем. Встань спящий, воскресни из мертвых. Это не тому, кто спит ночью, после рабочего дня отдыхает. Этот человек находится в таком литрагическом состоянии. Не тревожьте, не отвлекайте от объекта моей любви, доколе мне угодно, доколе я сам не решу, что все, теперь можно идти и заниматься делами. Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Голос, звук, шум. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь. Бог посылает свой голос всегда первым. Мы слышим его голос, но он еще сам не приходит. Сначала приходит его голос, так как я на расстоянии крик, Вася, и я еще не подошел к Васе, но он уже услышал где-то мой голос и начинает реагировать. Так здесь в песне-песне поступает Господь. Он говорит, это мой духовный принцип. Ты слышишь голос, и он оповещает тебе о моем приходе. Он говорит тебе, что я приду. И у тебя есть немножко время, пока я приду, чтобы ты подготовился, чтобы ты приготовил путь мне. Приготовьте путь Господу. Потому что он всегда приходит, если ему путь приготовлен. Поэтому мы готовим ему путь в нашем сердце. И затем он является сам, идет, движется. Как он движется здесь? Интересно. Как движется Бог? Скачет по горам, прыгает по холмам. То есть, горы и холмы не являются для Бога препятствием. для нас они иногда являются препятствием. И он учит нас. Посмотри, как я двигаюсь. Так и ты давай. Для тебя горы, я уравняю перед тобой горы и вековые холмы. Они не препятствуют для меня. Если я хочу приблизиться к тебе и совершить свою работу в твоей жизни, меня ничего не остановит. Поэтому не надо об этом излишне. поэтому смотри на меня, учись, учись от меня, моей верой перепрыгивать горы и холмы. Пусть они тебя не пугают. Скачет по горам, прыгает. То есть, Бог движется молниеносно. И он может передвигаться очень быстро. Вот почему мы войдем в чудеса мгновенные. Мы войдем в мгновенное исцеление. Это ожидает нас. Это будет. Период подготовки у Иисуса был 30 лет. Это был долгий период. И потом, когда он вошел в свое служение, чудеса и знамения, никто там не ждал исцеления месяцами, годами, днями, даже часами. Максимум было, пошел там, помыл где-то глаза. Мне сказали, так он же не сразу. Ну что там? Прошел помыл, что месяц он шел туда мыть глаза свои, что ли? То есть, быстро все происходило. У нас сейчас наоборот, 3 года готовится и 30 служит. Вот, а он 30 лет готовился и 3 года служил. Поэтому не волнуйтесь, если вы уже, ну как, думай, когда ты уже Господь начнешь меня использовать? сколько можно ждать? Знаете, есть такая духовная суета приходит, это бес второго пришествия называю его. Он приходит и говорит, скоро пришествие Иисуса, очень близко, уже при дверях, а ты ничего не успел сделать для Господа, ты не получишь никакой награды, надо что-то делать, надо что-то делать, и начинаешь там какие-то трактаты, листовки, молиться в таком шоке каком-то, пытаться выдавливать всю эту капельку помазания, чтобы кому-то служить. На твой век хватит, на наш век хватит, поэтому не опоздаем. Горы, по горам прыгает, с гор сходит, возвожу очи мои к горам, к высотам, откуда приходит помощь моя, Господь грядет с сира, помните, горы Фаран, когда написано откуда грядет Господь, можете посмотреть песню для пения Аввакума, во второзаконии песня Моисея, он говорит, что Бог грянет с возвышенностей, с высот, что символизирует небо небес. Поэтому этот пророческий голос, который мы слышим, он подготавливает путь в сердце, это долгий процесс, затем внезапно Бог начинает совершать работу, вдруг сделался шум с неба, Дух Святой пришел вдруг, неожиданно, они его ожидали, но он пришел вдруг, они подготавливали себя в горнице, апостолы, 120 человек, готовили путь, внезапно, помните, в Малахе написано, и внезапно придет в свой храм Господь, и ангел завета, ангел завета это Иисус Христос, которого вы ждете, ожидаете. Будь подобен сернии молодому оленю, Бог наш подобен сернии молодому оленю, сила, мощь, великолепие, юность, молодому оленю, не старому. Вот какой ты северный олень, да? Он пришел, вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку, Бог приходит с инспекции, ревизор, он приходит с ревизией, у нас стена, у нас решетка, у нас все заколочено, у нас все закрыто, а он мелькает, мелькает, то есть он, что значит мелькать? Подсматривать, не привлекая внимания. И он так невзначай смотрит. Это решетка, это окно, и это стена, это те защитные механизмы, это наши страхи, это наше суета и волнение, которыми мы покрываем себя. Это наша защита, наша броня, мой дом, моя крепость. И он заглядывает в нашу, через решетку, через окно, в нашу внутренность, в нашу душу, в наше сердце. Пришел с инспекции, каково же его состояние? Кто откроет дверь, к тому войду, да? Но невеста очень серьезно забаррикадировалась своими комплексами. Это то, что мы здесь видим. Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, выйди из лодки, ходи по воде, выйди из своей зоны комфорта, выйди из этого фамильярного, привычного, в котором ты очень долго была, что даже и сама не замечаешь, что отгородила себя, от моего нового движения, от моего действия. Я преодолел горы и холмы не для того, чтобы вернуться обратно, а чтобы увлечь тебя за собою, чтобы ты пошла туда со мной на горы, чтобы ты училась, получила веру, приказывать горам, чтобы они сдвигались с места. Видите, возлюбленная, прекрасная, вот так вот, вот это кто мы есть, негадкие, вонючие, грязные грешники. И ой, я такое ничтожество, Господь. Я такой прах и червь. Знаете, пророчески, когда Давид говорил, что я как червь, да? Знаете, кто был этим червем? Иисус. Червь это беззащитное существо. Оно не может постоять за себя. Змею на хвост наступишь, она тебя укусит в ответ. Червь тебе ничего не сделает. С ним можно сделать все, что угодно. Вот так вот с Иисусом обращались перед его распятием на крест, на кресте и так далее. Он не противился, не защищался и выглядел как червь, как ничто, как что-то незначительное совершенно. Это пророчество об Иисусе. Но он называет нас прекрасной, возлюбленной. Поэтому, если у нас даже нос как у Буратино, уши как у слона и нос как хобот, может у нас подбородок большой или живот храм с куполом, да? Все равно мы прекрасны и красивы. И вот это мы должны вбить себе, потому что это говорит Бог. Он нас видит такими. Мы часто видим себя уродами, неполноценными, несостоятельными, особенно когда согрешим. но он говорит встань, упала, хорошо, встань, хватит закрываться, встань из этой зоны комфорта, пошли. Не, дай мне оплакать себя Господь больше, дай мне побить себя еще больше бичами, самоистязание, в католицизме, оно и в православии, и в харизматии есть то же самое. Дай себя помучить, какой я глупый, но почему я это сделал? Бог меня уже начал так поднимать, а я опять в эту грязь вляпался. Ну зачем? Как меня угораздило по этой, это самосожаление, это не покаяние. Тебе, тебе единому согрешил я и сделал непотребное. Фокус покаяния Бог, а не мы. Несмотря на то, что мы согрешили, он нет. Вот зима уже прошла, дождь миновал, сезон дождей, это зимой происходит. Зима, это трудное время, время испытаний, сезон дождей, сидишь дома, никуда не выходишь, ничего особо не можешь делать, холодные дожди, не хватает этого солнышка. Ну вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле. Цветы, когда вы видите в видении или во сне цветы, множество цветов, цветы всегда говорят о хвале, о прославлении Бога. Поэтому дверь в храме Соломона, она была отделана разными цветами. Цветы показались на земле, время пения настало и голос горлицы слышен в стране нашей. Мужчины должны полюбить цветы. Иногда жены должны мужьям дарить цветы. Для меня это всегда была пустая трата времени и средств. Зачем тебе цветы? Давай что-нибудь посущественнее там, сало, колбасы, зачем эти цветы? Это ж прекрасно. Хватит укрываться, прятаться, встань, приготовься к движению, выйди из зоны комфорта, из привычного, обычного, естественного, сверхъестественного. Для того, чтобы войти в сверхъестественное, надо выйти из естественного. Если ты не выйдешь из лодки, ты не будешь по воде ходить. Это просто невозможно. В лодке и еще по воде ходить. Авраам оставил свою землю естественную, чтобы ходить в сверхъестественном. И так будет всегда. В седрах, месахах, обденага были помещены в сверхъестественный огонь. Потому что его в 7 раз разожгли. А 7 это число совершенства. Они довели огонь до совершенства. А там где совершенство, там Господь. И они были в духе, в другом измерении совершенно, в другом месте, хотя они были в огне. Голос горлицы это голос Святого Духа, который слышится, слышен в стране. Время пения настало, время хвалы, прославления, побуждаемое Святым Духом, голос горлицы. Время распускаться, обновления, роста, времена отрады. Помните, да придут времена отрады от лица его в деяниях апостолов, от присутствия Божьего. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветаясь, дают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасно моя, выйти. Началось светение, началось движение, началось благоухание. Что-то начало происходить, выйди и наслаждайся, смотри на это. Если ты останешься в зоне комфорта, ты это не увидишь. Я был на собрании, люди оставались в зоне комфорта, Ховард Браун служит, люди падают, люди плачут, люди смеются. И кто-то сидит вот так на собрании. Это знамение и чудо. Сейчас церкви полны чудесами и знамениями. Это теми, которые, когда что-то Бог совершает, смотрят на это с таким постным лицом. Говеют они. Только перед кем, непонятно, кем они. Он говорит, давай, хватит уже, давай, разговей, разговейся, выходи наружу. Я тут творю особые вещи, все творю, все новое. Тут весна, а ты там в зиме сидишь. Сосулька на носу, какие-то, зачем тебе трястись, трястись, выйди от холода, выходи. Время распускаться. Это смоковница, это мы. И виноградная лоза, виноград, это мы, это мы должны распуститься. Это просто символически говорится, что зима прошла, время распускаться. Четырнадцатый. Голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса. Голубица моя, голубица символизирует простоту, чистоту посвящения Богу. Под кровом утеса, под покровом утес, скала, это Иисус Христос. Это законченная работа Иисуса Христа на кресте. Мы укрываемся в этом искуплении Иисуса Христа. Это в нем мы укрыты, сокрыты. Голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса. Покажи мне лицо твое, дам мне услышать голос твой. Как мы знаем о человеке? Из двух параметров. Мы знаем его голос и мы знаем его лицо. Измени голос, измени лицо, уже будет тяжело узнать человека. Поэтому Бог говорит, давай яви себя, откройся для меня. Покажи мне свое лицо. То есть, покажи мне свое истинное лицо. Покажи мне, кто ты есть на самом деле. Помолись на самом деле так, как в твоем сердце молитва. И у меня были молитвы несколько часов религиозные. Здесь щемит, здесь болит. Здесь у меня обиды на Бога. Здесь я разгневанный, раздраженный на Бога, что Он допускал трудности. Аллилуйя! Слава Тебе! Господь, ты великий. И ты прекрасный. И говоришь вот так. А Он тебе говорит, хватит лицемерить. Помолись мне, сын мой. Я уже два часа это делал. Ты не молился. Да? Хорошо. Хорошо. Захожу в ванную комнату, закрываю. Ну все. Ты этого хотел. Слушай. Меня достала. Твоя работа в жизни. Твои испытания. Сколько можно уже. Уже погорно. Уже здесь застряло. Ты свою руку можешь от меня убрать? Дай мне, я молился так. Дай мне передохнуть хоть. Дай мне набрать воздуха, вынырнуть. Потом опять убивай меня. О! Вот это молитва. Ты явил свое истинное лицо. И настоящий голос. А не через монитор говорил какой-то там преображенный. Богу с искренним ты поступаешь искренне. И после этой молитвы я опустошал свой гнев. Уходила эта раздражительность. А Господь говорил, ничего сынулечка. Ты все пройдешь. Ты все сможешь. Наполнял меня святым духом силой. И я уходил обновленный. Вместо этих двух часов этой тупой, безмозглой, религиозной молитвы. Звука этого. Потому что голос твой сладок. И лицо твое приятно. Мне приятно истина твоя. Вот почему тук. Он весь тук Господу. Тук это внутренность. Внутренность приносили в жертву. Внутренность была жертвой. Это вот эти сальники, которые над почками находятся. Это не вот этот жир сала, как свиное. Это внутренний жир. Бог говорит, мне твоя внутренность. Я хочу видеть. И вот это он обонял. И это ему было приятно. Когда мы искренне с ним. Когда мы есть, кто мы есим. И мы просто открыты с ним. Вот это для него жертва обоняния. Когда мы не сидим, как уже видели там за стеной. И так далее. Ловите нам лисиц. Лисенят, которые портят виноградники. А виноградник наш в свете. Виноградники. А можно было бы лиси. Да, лиси и лисенята. Лисицы. Они обгрызают лозу. Раскрывают корни. Лисенят это мелкие грешки. Лисицы это крупный грех. Лисенят это такой мелкий, который мы особо даже и не замечаем. Не обращаем на него внимания. Виноградник это наше взаимоотношение с Богом. Который мы культивируем в своем сердце. Это эти страхи, компромиссы. Лисицы и лисенята. Которые портят наше посвящение Божье. Посвящение в любви Господу. Поэтому их надо выловить. Их надо отловить. Надо попросить Дух Святой указать, показать. Лисенята это грех неблагодарности. Забыл поблагодарить Бога за что-то, что он сделал. Грех невнимательности. И как они не были внимательны к действиям Господа. Он разрушит их и не созыждет их. Просто простая невнимательность приносит разрушение. Непочтение, непонимание какое-то. Вот эти. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Она тверда и уверена в принадлежности. Идентификация. Идентификационный код. Все беспокоятся о 666. Надо беспокоиться, чтобы у нас код идентификационный Иисуса был. Печать на лбу. Когда у нас будет печать на лбу Бога Живого, тогда у нас не будет 666. Люди страшатся, боятся этого числа, эти коды все. О, скоро эти микрочипы введут. Это вот это 666. Чушь это все. Да, это все чушь. Это понимание откровения естественным рассудком. Книгу откровения. Это печать. Вы видите физически печать Духа Бога Живого на нас? Помните, как Хэри пророчествовал? Вижу корону, вижу печать. Мы же ее физически не видим, она духовна. Колдуны и ведьмы видят. Они говорят, что у тебя есть печать. Потому что они видят в духовный мир. Ничего не будет физического, что будет говорить 666. Не надо фильмов мистических насмотреться, там Оман и так далее. А то можно так, да, заехать не туда. Она тверда в уверенности, в принадлежности, в идентификации, в причастности к Господу. Все, он моя, помните, Давид говорит, он моя часть вовек. Господь часть моя вовек. То есть, другими словами, я причастен ему. Мы отождествились друг с другом. Возлюбленный принадлежит мне, а ему он пасет между лилиями. Пасет между лилиями. Лилии это мы. В чистоте, посвящении, в славе Божией. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись. Будь подобен серни и молодому оленю на расселенных гор. День дышит прохладою. Прохладою. Где? Что говорилось о Адаме? Он ходил в Боге в прохладе дня. Помните, мы говорили, прохлада это еврейское слово руах, что значит дух. В духе дня. Это не просто вечером или утром он ходил. Он ходил в духе дня. Так же, как Иоанн говорит, я был в духе Господнего дня, а не в день воскресный. Неправильный перевод. Поэтому церковь по воскресеньям. Из-за этого. В день воскресный. В ногу со временем Божьим. То есть, в движении с Богом. Дух дышит, движется где хочет. Так бывает со всяким рожденным от духа. И если мы в духе, мы тоже движемся, где Бог хочет. Мы разговаривали с братьями, церковь и мы, верующие, часто слишком предсказуемы для дьявола. Потому что иногда наше служение, иногда наша жизнь церковная становится просто системой. А там, где система, там нет Бога. Бог не живет в системе. Он живет в теле. А тело гибкое. Оно не зафиксировано в одном положении. Если бы я стоял, это выглядело очень смешно. Тело передвигается. И откуда мы знаем, что в этом теле есть жизнь? Из-за того, что оно движется. Труп он уже не движется. Вот почему, как только система приходит в молитвенную жизнь нашу, все, уходит этот дух, нету этой радости, молитва становится каким-то бременем, нагрузкой. Пытаешься что-то там, стараешься и так далее. Да, чтобы отметиться, как один пастор благословенный, его здесь нет, люблю его очень, говорит, помнишь, ну, отстреляться. Братья, дайте я вот на молитвенном отстреляюсь и пойду. То есть, вот так вот и мы иногда отстрелялись и пошли заниматься своими делами. И молитва превратилась вот в такое. Убегают тени, то есть, уходит всякая тьма. Когда мы ходим в духе дня, когда мы ходим с Господом в духе, он есть свет, мы ходим во свете, в твоем свете мы видим свет. Тогда убегают тени, убегают компромиссы, убегает грех, убегает зло, убегают силы тьмы, потому что свет во тьме светит, и тьма не поглощает его. Свет разгоняет всякую тьму, поэтому тени убегают, когда светит свет, хождение в духе. Возвратись. Возвратись. Будь подобен серни или молодому оленю на расселенных гор. Возвратись. Желание большего присутствия. Возвратись. Ты приходишь и уходишь. Церковь скоро вступит в новый этап. Бог не хочет посещать церковь. Господь посетил нас сегодня на собрании. Он не хочет этого. Если Господь посещает, приходит и уходит, мы еще во внешнем дворе храма. Бог даже не хочет проявляться только. Потому что проявление духа это святое. Там этот семисвечник, там эти все проявления. Он хочет пребывать. Находиться постоянно с нами. И днем, и ночью. Вот почему Моисею мало было скинии большой. Почитайте. Он сам отдельно от стана поставил еще одну палатку. Которую он назвал скинии собрания. То есть он там свое, как говорится, отстрелял. Отстрелялся. Но ему мало было общения с Богом. Куда тебе, Моисей? Иди отдохни. Иди к женам. Ты видел славу Божию несколько раз в течение 40 дней на горе. Что тебе мало? Покажи мне славу твою. Все недостаточно. Кто познает Бога больше, ему всегда будет хочется познавать Бога больше. Его другие вещи будут мало беспокоить. И он сделал эту палатку и шел туда. А все стояли у дверей шатра своего. Помните? И смотрели, как он туда идет. Ну, как это я оставлю свой шатер. Тут ночь, что я там буду в этой палатке делать. И все стояли. Он заходил в шатер. Спускалась слава Божия. Он переживал Бога. И все спокойно шли спать. Ну, все, Господь с нами. Все. Пастор за нас помолился. Благословил. Все будет хорошо. Возвратись желания большего присутствия на расселенных гор, на высоты. Будь подобен сирии и молодому оленю на расселенных гор, на высоте. Время благоприятное. День спасения. Лето, юбилейный год. Свобода в духе. Возвратись. Потому что Бог насильно не навязывается никому. Когда он даже был физически в теле Иисус Христос на земле, и были особые места, где он всегда любил пребывать, посещать. Один из них был дом Лазаря. Лазарь был его другом. Были определенные места, куда он постоянно проходил это место, останавливался там. А были те, куда он даже и не заглядывал. Вот так вот и сейчас тоже происходит. Да что там заглядывать? Там опять система. Уже все расписали, все разграничили. Мне все равно места не дадут никакого. Я у двери постою, постучу, и на этом все закончится. А там уже своя программа и свои какие-то вещи. Поехали дальше? Устали? Информации куча. Да, но штаны я хорошие нашел здесь в офисе. Женские. Женские. Ну а сейчас, что мужское, что женское, никто... Ну откуда знаешь, правильно? Хорошие штаны. Какой-то сестре принесли, а брат благословился. Вот так вот. Вот это меня привлекло. Куча карманов. Вот это меня привлекло. Чего уж это я закрыл. Ну что, пойдем дальше. Раньше закончим, раньше уйдем. Третья глава. Песни песней. Вообще поиск лица Божьего это непрекращающийся процесс. Сейчас мы это увидим. На ложе моем ночью искала я того, кого любит душа моя. Искала его и не нашла его. То есть поиск Бога представил. Не нашел его в одном месте? Иди ищи в другом. Я не имею ввиду физически. Духовно. Попробовал, помолился так, не сработало. Молись сяк. Может сработает. То есть ищи его. Очень часто мы ищем его, но мы ищем его не методом или системой. Мы ищем его жаждущим, открытым сердцем. Бог насильно никого не кормит. Как мы иногда детей своих. Поэтому он всегда приходит на жаждущее. И изливает воды, Писание говорит, на жаждущее. Если он видит в человеке нет жажды, он не изольет воду туда. Он изольет лучше больше воды на жаждущее. Хорошо. Мы ищем его, жаждущим, открытым сердцем. Видите, не нашла ночью. Темная ночь. Ночь. Время испытаний. Темная ночь любви. Когда трудно искать Бога. Наступает момент, когда трудно искать его. Иногда просто только молишься, он сразу пришел. Только пришел на собрание, первая песня, Господь тебя уже коснулся, ты переживаешь его славу. Но наступает такой период, промежуток времени, темная ночь души или темная ночь любви. Бог скрывает себя от нас, чтобы дать нам почувствовать, что значит быть без Него и развить нас больше жажды. Это Его дисциплина духовная. И без Него Давид говорит, один день во дворах твоих лучше тысячи. Где-то в другом месте. Я желал бы быть один день во дворах твоих, то есть в твоем непосредственном присутствии, чем жить много лет в шатрах нечестия. Поэтому мы тогда понимаем зависимость нашу от Него. Бог глубоко работает не с душою, а с Духом нашим. Мы роем колодцы. Это долина плача. И мы открываем в ней источники. Потому что мы начинаем копать. Пока все хорошо, иногда мы не углубляемся никуда. А все хорошо и так. Гавайи, зачем нам куда-то? А в пустыне уже приходится и водичку искать. Так она легко достается, кран открыл, все. А тут воды нет, пошел искать ее. Поэтому Господь допускает такую темную ночь любви. Поэтому, чтобы мы знали, что быть без Бога это как ночь. Но она продолжает поиск. Встану же, я пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала его, и не нашла его. Опять ищет и не находит. Но она проявляет настойчивость. Господь хочет, чтобы мы были как эти стойкие оловянные солдатики. Чтобы мы проявляли настойчивость. Во всяком терпении, додаст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом своим во внутреннем человеке. Верую вселиться Христу в сердце наше. Дабы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли исполниться всякую силою для познания его. И быть великодушными в терпении, с радостью. То есть, вот это терпение. Плод терпения. Написано, кто терпелив в притчах, у того много разума. А мудрость обитает с разумом. Я мудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. То есть, другими словами, у кого нет терпения, у того никогда не будет мудрости. Терпеливый человек уже мудр, потому что у него много разума. Поэтому терпение это самое трудное качество, самое трудное добродетель, которую надо развивать. И здесь, в песне песней, Господь помогает невесте, Он ведет ее путем духовным путешествиям. Как пилигрима по этой земле и вводит ее в те или иные ситуации, чтобы она тому или иному духовному опыту научалась. Потому что, если мы упустим где-то какой-то духовный опыт, мы не созреем правильно. Зрелость и полнота включает в себя весь наш пережитый опыт, когда Господь ведет нас. Определенным способом, определенным путем. Поэтому она дважды ищет Бога и опять не находит. Вообще мы знаем, что у Бога есть два вида работы. Работа суверенная. Бог суверенен. Он творит все, что хочет на небе и на земле. Он может прийти в нашу жизнь и явиться нам, послать своего ангела, дать нам откровение суверенно. Он просто решил это, он захотел это и он просто суверенной волей сделал. Мы не были готовы к этому, мы не были предрасположены к этому, но он пришел и явился. Не запылился. То есть он явился, пришел и говорит, вот я, что ты будешь с этим делать? И, ну так происходит очень редко. Мы не можем зависеть от суверенных посещений Бога. Это не часто происходит. Но чаще есть второе. Мы включаем поисковик. Мы включаем в нашем духе поисковик и мы начинаем искать его. И потом мы находим его откровение. Мы находим его. Мы находим его присутствие. И так происходит чаще. Ищите Господа и силы его. Мы призваны искать его силу. Не имеете, потому что не просят. Люди силу не ищут, поэтому и не имеют. Дары Духа Святого должны подтверждать ваше служение. Если человек носит титул апостола, пророка, пастора, евангелиста, учителя, и на его собраниях не проявляются дары Святого Духа, он носит ложный титул. Или он еще не готов к тому, чтобы носить это призвание. Извините, когда я слышу, что кто-то где-то приехал попроповедовать, и когда говорят, что он просто хороший проповедник, я говорю, а что происходит в конце собрания? Он молится за людей, кто-то исцеляется, кто-то... Не, ну он так хорошо попроповедует, потом он скажет, аминь, благослови... Я не пойду, зачем оно мне надо? Я по интернету послушаю эти проповеди. Святой Дух, дары Святого Духа, это знак того, что мы носим правильный мандат, что мы есем тот, кто мы есем. Наше служение сверхъестественное. Если мы просто говорим, апостол Павел сказал, о брат, что-то ты здесь хлебнул. Апостол Павел сказал, есть только одна мерка, по которой надо мерить. Моя проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости, в явлении Духа и силы. Если хотя бы какой-то дар должен проявиться один. Я понимаю, например, у евангелиста может быть несколько даров. Дар слова знания, дар веры, дар чудотворения. Но хоть что-то должно проявиться. Если человек в продолжительный период времени просто хорошо тараторит, говорит, проповедует, но ничего другого не происходит. Он являет Слово, но не являет Дух что-то не то. Может он раньше времени вошел, но он думает, ой, я учитель, я учитель, мне не нужны чудеса и знамения. Я учу. Учитель. Никодим приходит. Иисус, учитель. Мы знаем, что ты послан от Бога, потому что таких чудес, которые ты делаешь. Пятизначное служение, каждый служитель пятизначного служения, пророк, апостол, апостол, пророк, пастор, евангелист, учитель, они должны двигаться в даре чудотворения и исцеления. Через каждого должно это быть. Поэтому мы идем к этому. Продолжительный поиск, поиск веры, духовный поиск, его лица, это наша уже ответственность. Первый его суверенный акт, второй это наша ответственность. Суверенные действия посещения редки. Но мы можем каждый день искать Бога. Душою мою я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Исайя говорит. Ночью душой ищу, днем духом ищу, потом ночью опять душой, днем духом и так далее и тому подобное. Ну, встретили меня стражи, обходящие город, не видали ли вы того, кого любит душа моя? Она спрашивает стражи, кто такие стражи? Бдительные молитвенники в церкви, которые иногда могут, извините, намолить того, что... А кто ты? Я молитвенница. А почему такая грустная? О, такое бремя Господне ношу. Брось его, пусть Иисус носит. Брат, ты не понимаешь, какие бесы восстают против меня? Когда ты что-то не так делаешь? И нету никакого подкрепления от Господа. Бесы. Вот вчера, на прошлой неделе, с духом колдовства воевала. И все они воюют с какими-то духами. Без продыха. Один дух уходит, другой... Так с кем ты в общении тогда? Со святым духом или с духом Божиим? Я понимаю, что бесы иногда могут приходить, могут попытаться... Но мы-то... Написано, а наше общение, 1 Иоанна, с Отцом и с Господом нашим Иисусом Христом, а не с бесами. Поэтому стражи могут тоже что-то пропустить. И не видать возлюбленного. Но едва я отошла от них, то есть он был рядом со стражами, ну как бы... Но и нашла того, которого любит душа моя. И вот что она делает, что часто мы не делаем. Смотрите. Ухватилась и не отпустила, доколе не привела его в дом матери моей, во внутренние комнаты родительницы моей. Кто здесь мать? Два варианта. Это... Кто наша мама? Наш папа, отец. Кто наша мама? Церковь. Церковь. Где написано, во внутренней комнате родительницы, где родила... Где мы родились? Мы где-то родились в церкви, рождение свыше. То есть мы стали частью церкви. Но также мама символизирует, так же церковь, все человеческое, душевное, связанное с привязанностями к этой жизни. С привязанностями к определенной обстановке. Она ухватила его и притащила в церковь. Господа. Нам надо Господа в церковь привлекать, а не неверующих. Это не наша работа привлекать неверующих и каять неверующих. Когда мы привлечем Господа, и Господь будет в церкви, тогда Он привлечет верующих. Господь прилагает спасаемых в церкви, а не мы. Ухватилась за Него и не отпустила Его, доколе не привела. Ухватилась. То есть часто, когда мы находим Господа, первое, мы не хватаемся. Мы не берем ничего усилием. Царство Божие усилием берется. Мы не прилагаем никакого усилия, мы к Нему не прилепляемся. А, пришел хорошо, мурашки пошли по коже, ну и все прекрасно. Вы знаете, когда начинаются мурашки по коже, это не для того, чтобы просто нам ощутить эти мурашки. Бог что-то хочет сделать и что-то хочет сказать. И нам надо ухватиться и сказать, так, Ты здесь, Твое присутствие на мне, Господь, давай, очищай сердце, освящай, что Ты пришел сказать мне. Я готов записать. Я не так, чтобы пережила мурашки и все. Я мурашки переживаю, когда я слушаю Уитни Хьюстон, например. Или Мэрайя Керри, или... Вот, тоже мурашки идут, такой голос красивый. Талант от Бога, правда, не для Бога используется. Хотя вначале для Бога использовался, Уитни Хьюстон. Она пела песни евангелизационные. Была верующей в цепь, всегда воздавала славу Господу, потом немножко... Ну, это и с верующими серьезными было такое. Мы не хватаемся, мы позволяем Ему легко уйти. Но нельзя позволять Ему легко уйти. Он не должен от нас легко отделаться, Господь. Помните, написано, ищите, стремитесь познать Господа в Осии. Помните? Знаете, еврейское слово стремиться познать? Охотьтесь на Него. Слово охоту. Охотьтесь на Бога. Как охотник бегает за дичью, вот так нам надо бегать за Богом. Где Он, как и что. Позволяем Ему легко уйти. Не удерживаем Его. Мало любви и жажды. Но много суеты. Но ухватившись, мы держимся иногда недолго, быстро отпускаем. Это вторая проблема. Но взять Его присутствие и привести Его в дом, вовнутрь себя, во все, что ценно для нас, это большая редкость. Очень мало духовной настойчивости, которая нужна нам. Помните? Иисус пристал к двум, которые шли по дороге в Имаус. И они Его упрашивали, почитайте, и умоляли, чтобы Он остался с ними. И Он остался с ними. Хотя Он говорил, ну, дело веще, что Ему надо идти дальше. То есть, иногда вот так вот такая работа происходит. Мы не думаем, что... Но если Бог захочет, Он может использовать меня в дарах Духа Святого. Это отмазка. Это перекладывание своей ответственности на Него. Я даятеля ищу. Как мне уже надоела эта фраза. А не даяние. Что ты дары ищешь? Надо искать того, кто ищет. Хорошо, красиво звучит. Но у тебя и даятеля нет. Потому что у тебя даров нет. Когда ты нашел даятеля, ты получил дары. Потому что без даятеля ты дары получить не можешь. Кто тебе их даст? Поэтому обычно это религиозная фраза, говорящая, ну, Бог, если хочет меня использовать, дать дар, Он знает, где меня найти, по какому адресу я проживаю и так далее. Они Его упрашивали. Пятый. Заклинаю вас, чиририусалимские, и серными, и полевыми ланями. Не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Разбирали. Искусственно не надо вызывать любви. Она должна прийти естественно. Не будите любви. Не мешайте ей. Не спугивайте ее. Кто это? Восходящий от пустыни, как бы столпы дыма, окурима миру эфемиамом, всякими порошками мироварника. Пустыня это место возвышения, восхождения духовного, посредством пройденных испытаний. Прежде чем мы будем иметь публичную победу, нам надо иметь пару личных побед своих. Место подготовки и переплавки пустыни. Место близости с Богом. Где мы внутри себя познаем Его. Я увлеку ее в пустыню, Бог говорит в книге Осии, церкви, и буду говорить к сердцу ее. В пустыне Бог говорит в сердце. Вот почему Давид бегал в пустынях, вот почему Моисей провел очень многое время в пустыне. Он учил, развивал взаимоотношения с Богом и учил слышать его голос и искать его. Вот почему Иоанн Креститель был в пустынях до дня явления его Израилю. Столбы дыма, видимое слава, видимое проявление славы Божьей. И будет в последние дни, залью от духа на всякую плоть, покажу знамение на небе, верху на землю, внизу кровь, огонь и столбы дыма. Столбы дыма, явление славы Божьей. Окуримая мирою и благоухающая, возносящая хвалу церковь, поклонение, молитву из пустыни, помазанная всякими порошками мироварника, или купца, другой перевод. Кто купец, кто мироварник? Господь. Он сделал мира, Он сделал помазание, Он указал Моисею, каким оно должно быть, и Он помазанник, и Он знает толк в помазании, и Он помазывает нас. Вот одр его, Соломона. Одр, это была насильная палатка такая, знаете? Насильный одр, его называли полонкин. Место носили, и царь там сидел, такой примитивный, ну как примитивный, трон был, и он там сидел, и был покров, и его переносили с места на место, чтобы он не ступал своими ногами по этой бренной земле. Одр, постель, переносной трон, 60 сильных, 6 число человеческое, 6 умноженное на 10, измерение образа, то есть умножение образа, то есть это люди, которые приближены к Господу, для того, чтобы быть стражами, для того, чтобы быть охранниками, того, кого будут носить. Но этот одр, он Соломона, но не только для него, но и для церкви, потому что мы посажены на небесах во Христе Иисусе, рядом с Его престолом. Этот одр символизирует престол, символизирует правление, движение царя, передвижение царя, посредством правления его, посредством силы и власти у нас совершает свое правление. Вот этот одр, постель, 60 сильных ковчег, это похоже на ковчег завета, который носили, также. Это был этот насильный одр, только не Соломон там был, ну я имею в виду, а присутствие Божье было. 60 героев, воинов, ротоборцев, мужественных храбрых, охрана, телохранители, стражи Господа Его славы, стражи церкви, потому что этот одр для невесты тоже. В бою, написано, что в бою они держат по мечу, то есть у них есть обоюдоострый меч, слово, рема от Бога, опытны в бою, и у них есть духовный опыт, чувства навыкам, приучены к развлечению добра и зла. Они сведущи в слове, праведности. Слово Божие, как обоюдоострый меч. У каждого меч прибедрива, ради страха ночного, ради привидений, духов, ну то, что ночью приходят, какие-то ночные страхи, то есть они способны отогнать страх. Вообще страх, со страхом надо разобраться. Для многих страхом является Голиаф. Голиаф, что он делал? Он устрашал. Некоторые страхи, которые у нас еще у верующих есть, это тот, что надо победить и обезглавить, чтобы это не влияло на нашу жизнь. Опытный в бою, в битве, в сражении, в войне, это воины. Был сделан одр из деревьев ливанских. Дерева ливанские, это кедры. О кедрах мы говорили. Столбцы. Его сделал из серебра. Столбец, столб, подпора, колонна, платформа, возвышение. Другие еврейские слова. Серебряный столб. Сделаю тебя столбом побеждающего в храме Бога своего. Сделаю опорой. Сделаю тебя тем, на кому я могу доверить. Помните, написано, он не вверял себя человеком, ибо знал, что в человеке. Но потом он доверил апостолам свою работу. Потому что они стали столбами церкви, на которые можно довериться. И помните, в Новом Завете написано, что Павел не советовался с так называемыми столбами церкви, как Иаков, Иоанн и Петр. Помните? А непосредственно получил это откровение. И мы, как побеждающие, являемся этими серебряными столбами. Серебро, это чистота Слова Божья, Слово Господне, семь раз переплавленное, как серебро. И серебро говорит об искуплении. Также, истинное, чистое Слово Божье, семь раз очищенное. То есть, это все наши качества, наши характеристики, которые должны быть в нашем сердце. Подставка, подлокотник, из золота. То есть, на подлокотник опирались руками. Рука символизирует служение и работу. То есть, золотой локотник, это также мы. Это золото чистое. Испытай меня в горниле страдания. Иов говорит, и выйду, как чистое золото. Мы не войдем в небесный Иерусалим, если мы не будем так же прозрачны и так же сиять, как он. Иначе мы своим грязным, зачуханным видом испортим всю картину. Поэтому мы должны быть таким же золотом. То есть, это символизирует, что Бог доверяет работу верным слугам своего царства. Золото символизирует славу царства и славу царя царей. Седалище, то есть, трон из пурпуровой ткани, что говорится о царственности, о господстве, о владычестве. Внутренность его убрана с любовью дочерями иерусалимскими. То есть, он был сделан с любовью. Писание говорит, что мы устрояем Богу как престол? Хвалою. Хвалою, словословиями. Он живет в словословии своего народа. Но так же любовью мы устрояем ему престол. Если любите меня, то исполняйте мои заповеди, и я, Отец, придем. И обитель у вас сотворим. Искупление. Престол, седалище, престол милости над крышкой ковчега был пустой, потому что было место для славы Божьей. Одиннадцатый. Пойдите и посмотрите через ионские на царя Соломона в венце, то есть, Иисус в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его. Брачная вечеря Агнца. Да, день бракосочетания. который еще будет. Там будут званные и избранные. Избранные будут сидеть как невеста за столом, а званные будут служить официантами при столе. Поэтому кем вы хотите быть? Посмотрите, или невестой, или дочерьми иерусалимскими, и сионскими. Брачная вечеря, особый радостный день. Кто здесь является матерью? Да, в какой-то мере церковь, но в какой-то мере собирательный образ все человечество. Мать Иисуса, да, он как бы прошел ее утробу. То есть, это люди, это народ, да, который даст ему венец. Это не тот венец славы, венец победителя, а это брачный венец, который часто невеста одевала жениху. Она сама его делала и просто одевала, чтобы показать принадлежность. И мы видим, что эти не старцы, старики, а старейшины, 24 старейшины вокруг престола, они делают то же самое. Они снимают свои венцы, кладут у него ног, то есть, другими словами, они почитают его и говорят, что все это благодаря тебе. Фух, так. Ну что, четвертое, последнее на сегодня. Представляете, сколько, а это же поверхностно мы еще разбираем, представляете, сколько можно взять. А раньше я читал там песни, песни, так, прошел. Ну так, интересно, красиво так. Да, красивые слова, хорошие. Когда-то жене там скажу. Я помню, я был на одной свадьбе, там был один конкурс. Четырех мужей подняли, они не знали, что они будут делать. И они должны были славить своих жен. И кто дольше всех продержится, они должны беспрерывно были, должны были говорить женам комплименты. Ты прекрасна, драгоценная, любимая, моя солнышко, моя рыбка, моя птичка и так далее. И это все, и получал приз, получал приз тот, кто больше всего продержался. И продержался больше всего тот брат, который начал использовать песню песней для комплиментов жене. Он как там почерпнул, как начал ты там. Ты как солнце, ты как луна, но мы потом увидим эти образы. А те просто красивая, привлекательная рыбка, кисочка, зайка, замечательная. И на этом все закончилось. Я свою жену знаете, как булочка называемая. Она же такая худая, что-то ее булочка. Но булочка, это же значит толстая. Булочка это сладкая. Правильно? Булочка. Ну и пророческий шок. То есть, каждый понимает. Глава четвертая. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Бог постоянно вдалбливает ей в голову, что она прекрасна. Потому что вначале она что о себе говорит? Я черна. У меня много недостатков. Меня палило солнце. она пришла из пустыни, она пришла от трудностей. Очень часто библейская школа это самое прекрасное место, но это теплица. это парниковый эффект там, друзья мои. Это теплица. В библейской школе ты как в теплице. Ты назидаешься, ты там под покром, но потом заканчивается, и ты едешь в деревню Чкуевка, чтобы открыть церковь. И ты пытаешься применить библейские принципы, а они что-то не очень-то применяются. И а ты уже все под открытым солнцем, тепличный покров снят, давай теперь, ищи Господа и выходи из сложившейся ситуации победителем. Глаза твои голубиные под кудрями твоими, голубиные глаза мы уже говорили, простота, чтобы мы не уклонялись от простоты во Христе Иисусе. Будьте просты, как голуби, да? Под кудрями твоими, другой перевод под вуалью, волосы твои, о, как стадо кос, сходящих с горы Галатской. Волосы, стадо кос с горы Галатской. Черный, блестящий цвет, шелковистой мягкостью. Вот такие волосы. Волосы для женщины это ее слава, украшение и слава. То есть волосы символизируют украшение и славу невесты, и они черные. То есть юность. Нету седины, нету ничего, что говорит о старости. Да, другой образ есть, что Иисус, волосы его отца белы. Как с них, но он не седой Бог. Но мы понимаем. Белы это свет. От света. То есть Бог не седой, он не старец. Седой. Да, это, поэтому Бог не может как седой старик приходить. Но здесь черные, это символ молодости, юности. Она вся, как говорится, пышет жизнью. Второе. А, о ягнятах смотрим, да? А, о зубах смотрим. О зубах. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых вот каждый пара ягнят, и бесплодной нет между ними. Зубы для того, чтобы жевать пищу. Пищу от Господа. Твердую пищу. Зубы остриженные, то есть, как остриженные овцы. Что такое, когда овцу остригают? Что это такое? Да. Это берег. Это смирение. Это обрезание, за которым следует обновление. То есть, когда Бог хочет, Бог, обнови меня, сделай что-то новенькое, дай мне новенькое. Ножнички, и пошло. Помните, в церкви, я появился утром почти без волос, это у меня отросло, помните? Это было пророческое послание для церкви. Что Господь скоро будет стричь. Всех, да. Но не в физическом смысле в этом. Но для меня самое страшное было не это. Самое страшное было появиться перед своей женой. Она была тогда с Феодосией, с ребенком. Она терпеть не может, когда я коротко постригаюсь, говорит, похудей, чтобы у тебя будка такая не была, а потом ты... И тогда будет хорошо выглядеть, это во-первых. А во-вторых, она говорит, что ты мальчик, ты же уже мужчина, все. Я помню, одел шапку и сказал, дорогая, ты смиренная. Я сейчас проверю на опыте смиренная. Открыл, она говорит, не, ничего, я все равно скоро уезжаю, сам будешь ходить. Поэтому... То есть выстриженные... Видели мультфильмик об этом баране, который танцевал там в одном месте? О кролении, который пришел. Надо показать, наверное, на следующий раз по возможности. Слушайте, вот это надо сделать. Не видели? И его схватили, обстригли. И он такой стеснительный, этот кролению научил быть позитивным. То есть надо показать этот мультик здесь в следующий раз. Вот мы попробуем как-то, может, посмотрим, сможем ли мы это... Вот очень такое интересное. Через обрезание старое снимается. Если не снимать шерсть с овцы, она начинает закручиваться, грязниться и запутываться. И иногда, когда у нас регулярно мы не обрезываемся, не смиряемся, мы запутываемся сами в своих волосах. А волосы также символизируют мысли. Это то, что исходит из нашей головы. Убирать. Купальня. Омытие. Очищение. Вы уже очищены через Слово Мое, Иисус говорит. Очистив ее, помните, апостол Павел говорит, церковь, баню водную посредством Слова Ефесянам. Раньше на здоровье как смотрели? Покажи зубы. Не только лошадям, но и людям тоже смотрели в зубы. По зубам можно смотреть, насколько... Каков скелет человека. Кости были самым главным. Мышцы там нарастут, отрастут, обрастут. Все. Главное, чтобы кость была не повреждена. Кость его да не сокрушится. А мы от плоти его и от костей его. Не от плоти его и от крови его. Ефесянам. А от плоти и от костей. Мы его кость. Кость символизирует что-то сокрытое внутри, что символизирует дух. Вот. Поэтому смотрели, а плохие зубы, значит, скелет такой же, кость такая же рыхлая. Поэтому очень важно было смотреть на это. Смотрите. Здоровье духа. То есть здесь говорится здоровье духа. Через принятие словесного молока. Через принятие пищи. Вот они зубы. Пара ягнят. Двойное умножение. Бог воздал его дважды. Пара ягнят. Удвоились надвое. Двойное умножение. Бог говорит, воздам тебе вдвое. Прежнего. Бесплодный нет. Плодовитость. Несомненно. Как лента алая губа твоя. Я живу среди людей с нечистыми устами и самыми ее нечистые уста. Нечистые уста. Красная лента. Алая лента. Алая кровь Иисуса Христа, которая очистила уста невесте. И теперь ее уста чисты. Огнем Божьим очищены. И уста твои любезны. Слово любезность. Иметь любезное слово. Это не то, что там. Да что ты любезничаешь. Там какими-то знаете как у нас. Будьте любезны. Любезность это говорить в правильное время. Правильное слово. То есть когда наши уста очищены. Мы будем говорить правильное слово в правильное время. Книга Придж говорит хорошо слово вовремя. Как половинки гранатового яблока. Ланиты твои. Щеки. Под кудрями твоими. Что символизируют щеки? Да. Здоровье. Духовное здоровье. Правильно. Еще что? Объем. Место. Гибкость. Подвижность. Самая подвижная часть. Нашего лица. Способность изменять параметры. Размеры. То есть имеется ввиду духовные. Духовное распространение. Распространи место шатрата его. Раскинь колитвы. Помните Исаак говорит? Ты распространишься направо и налево. То есть способность расширяться, распространять. Царство Божие распространяться в Царстве Божьем. Духовная вместимость от Господа. Много имею сказать вам, но вы не способны вмещать. Бог всегда нам имеет много сказать. Проблема не в нем. Он всегда может много говорить, но сможем ли мы это вместить или нет. Гранат, красный цвет, цвет крови Иисуса. В гранате множество семян. Зерна это мысли и желания сердца человеческого, очищенные кровью Иисуса Христа. И вот здесь в мыслях, в нашем сердце, в желаниях, намерениях наших, Бог расширяет это все. Помните, апостол Павел говорит? Сердца наши расширены к вам, коринфянам. Потеку буду исполнять заповеди твои. Давид говорит в Псалме 118, когда ты расширишь сердце мое. И вот это символизирует уста, объем, расширение, распространение. Чем шире новые мехи, чем больше растягиваются кошелка, тем больше в нее впихнешь. Другими словами. Четвертое. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия, тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных. Шея всегда символизирует жестоковыйные. Шея всегда символизирует акт воли, акт принятия решений. То есть, если вы видите от человека шею, Господь видений в откровении во сне показывает. Это символизирует волю человеческую. Как башня Давида, военная башня для наблюдения и хранения оружия. Арсенальная башня, другими словами. Щит, это защита и покров. Тысяча, это число Царства Божьего. Когда Бог вам говорит в тысячном, тысячнократном каким-то числа вам дает, это не говорится, что буквально тысячу, а это просто говорится о Царстве Божьем, параметрах Царства Божьего. И будет править с ними тысячу лет, Иисус. Это не значит, что тысячу лет там от звонка до звонка. Что Царство Божие будет осуществляться на земле. А будет ли это буквально тысяча, или это может быть пять тысяч, мы не знаем. То есть, это масштаб Царства Божьего. Воля сильная, как столб Давида, башня Давида. Под защитой Бога, потому что на ней висят тысячи щитов. Но в законе Господа воля Его. То есть, истина представляет... Также щит представляет веру. То есть, это воля, которая способна верить. Целеустремленность, целенаправленность. Пятый. Два сосца твои, как двойни молодой сирны, пасущиеся между лилиями. Извините, но тут все взрослые. Что делают сосцы? И не только. Радуют. Правильно. Извините, возбуждают. Производят желание. То есть, здесь Господь говорит, что Он будет своим Духом Святым побуждать наши мотивы, намерения. Что они будут побуждаться, как молодая сирна, красота, чем-то прекрасным, хорошим, красивым и пасущейся между лилией, чистоте и славе. То есть, Бог будет побуждать наши мотивы и намерения и желания сердца, возбуждать, побуждать и кормить чем-то чистым, неоскверненным, негреховным. Для того, чтобы мы любили Его еще больше и больше. Пасущиеся между лилиями, как двойни молодой. Двойни. Два это всегда развлечения. Суд и развлечение. Первый суд, который совершил Соломон после того, как Бог ему дал мудрость и развлечения, он принес меч и говорит, разделите ребенка на две части. То есть, два символизируют развлечения. Разлечения. То есть, сильные в развлечении эти люди будут. То есть, церковь. Шесть. Доколе день дышит прохладой, убегают тени, пойду я на гору Мирову и на холм Фемиама. Первую часть мы разобрали раньше. Вторая часть гора и холм. Это так называемые эфирные высоты. Высоты славы, молитвы, хвалы, сострадания, страдания и послушания. Это мира и фемиам. Фемиам молитвы. На всякой высокой горе, на всяком холме возвышенном. То есть, помните, фемиам. Это молитва святых. И ангел собирает их в чаши. Вы знаете, что есть ангелы, у которых цель собирать ваши молитвы в чашу. Вот есть молитва, чтобы покаялся муж. И Бог запланировал это. И вот есть чаша. И до тех пор, пока эта чаша не наполнится, ангел не вылет ее на престол Божий, где произойдут гласы. Это потом будет у нас семинар по откровению, мы об этом будем говорить. Понимаете? То есть, поэтому продолжайте молиться, стойте в молитве и не унывайте, потому что каждый раз вы наполняете духовную чашу. И когда она наполнится, придет ответ на молитву. Иногда просто чаша должна наполниться. У Бога такой принцип. Чаша моя преисполнена. Пока она не наполнится, не преисполнится, вылил ее и тогда произошла работа, произошло действие. Поэтому видите, как он смотрит вообще на невесту. И если мы начнем это регулярно читать с этой перспективы и молиться, то есть, если мы начнем видеть себя такими, какими он видит нас, это тот образ, это тот новый человек, новое творение, то тогда мы будем преображаться в тот же образ, который мы видим от славы в славу, как от Господня Духа. И мы будем становиться такими. Какими мы уже есть, потому что, когда он сказал, на кресте свершилось, его работа в нашей жизни, в принципе, уже завершена. То есть, в том смысле, что процесс продолжается, но он, понимаете, сейчас в состоянии нашей, может, какой-то неспособности, неполноценности, он уже смотрит на нас так. Мы думаем, что нам надо достичь чего-то. Вот я усовершусь, достигну совершенства, и тогда приду к Богу, и Он меня примет. Да никогда мы не достаем, настолько не... Он уже смотрит на нас через свершившуюся работу Иисуса Христа на кресте. Мы уже совершенны. Навсегда сделал совершенными освящаемых. Мы уже совершенны, но мы освящаемся еще. Мы уже как бы там и не там. Царство Божие внутрь нас есть, но оно еще не пришло. Одновременно здесь оно, и оно где-то там и придет окончательно с Иисусом Христом. Полнота Царства Божьего. Седьмое. Вся ты прекрасно возлюбленная. Вот постоянно. И пятна нет на тебе. Знаете, если очень часто мы будем смотреть на свои пятна, Давид говорит, если бы ты замечал все беззакония, кто бы устоял вообще? То есть, если бы Бог обличал нас во всем, что... Ну, вообще тут просто караул кричит, как говорят. И пятна нет в тебе. Чтобы представить себе, апостол Павел говорит, церковь славную, святую, без пятна и порока. Ефесянам. То есть, без всякого изъяна, несовершенства. Смотрите, в венестворение дивная Диана, ты существо, в котором нет ни одного изъяна. Вот так вот и Бог поет нам сиренады. Я на следующий раз завтра, я принесу некоторые сиренады, которые мне пел Бог. И я их записал. То есть, он такой. Мы думаем, он какой-то босс там на троне сидит сухой, такой, знаете, неприступный. Он такой. Вот почему песня песней дана. Мы никогда не познаем вот эти глубокие вещи в Боге, если он для нас всегда будет таким каким-то босс, наставник, учитель. То есть, это правильно, он есть такой. Но здесь он открывается совсем по-другому. Да. И намного, да, намного больше. Ну и любящий Папа в том числе. Беспятная изъяна, очищенная, освященная совершенно. Восьмой. Со мною с Ливана невеста. Со мною иди с Ливана. Спеши с вершины Аманы, с вершины Синира и Ермона, от логовищ львиных, от гор Барсовых. Со мною. То есть, иди вместе, и ходи в духе со мною. Он хочет нас больше, чем мы его. Он желает быть с нами больше, чем мы желаем быть с ним. Мы можем не осознавать себя такими, но мы такими являемся в его глазах. Что делать? Верой. Принять. Праведной верой уже будет. Ливан. Перевод белый, буквально. Ливан значит белый. Там написано с Ливана. Белый – это чистота, праведность. Слава Ливана придет к тебе, Исайя. Израиль рассветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан. Осия. Все говорится о нас. Аманы. Амана переводится как твердый. Южная вершина одной из ливанских гор. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа, и Господь Бог есть твердыня вечная. Синир. Латы или броня. Перевод. То есть воинственная невеста. Мы тоже дальше посмотрим. Одетая в латы и в броню. Защищена Богом. Истина его. Одеждой праведности. Ермон. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей, стекающий на бороду арону, как роса ермонская на горы Сионские. То есть роса ермонская. Ермон. Выдавшаяся вершина горы. Переводится. Наверху у нее лежит снег. Псалом. Помните? Фавор и Ермон об имени твоем возрадуются. Есарь ермонская это помазание духа. Святого. Это жизнь духа. Освежение, обновление. Изобилие благословения, которое Господь приготовил от Ермона. От вершины. Там на вершине формируется много облаков. И они расходятся и оставляют росу. Вот почему это все говорится об этом. И вот в этом месте мы должны обитать с Богом. В месте чистоты и праведности. Твердости духа. То есть в месте упования Бога. Защищенные и покрытые латами и броней. Девятую, находящиеся в силе, ходящие в силе и помазание Святого Духа. Девятый. Скоро заканчиваем. Пленил это сердце мое, сестра моя невеста. Пленил это сердце мое, одним взглядом отчей твой, одним ожерельем на шее твой. Очарованно, околдованно. То есть Бог может быть пленим. Он свободный, но что-то его делает несвободным. Что-то способно пленить его, мы. Это же такая вообще... Переворачивается сознание. Я могу пленить его. В правильном смысле, надо понимать. Я могу одеть, я могу заорканить его и притянуть к себе. Как? Одним взглядом отчей моих. Иисус. И все, и он здесь. Одним ожерельем на шее твой. Смотрим. Пленительная красота невесты здесь. Пленило сердце Господа. Одним взглядом отчей. Очи, способность видеть. Светильник тела есть око. Окно в дух, в душу. По глазам вижу. По глазам многое увидит. Можно увидеть. Глаза, они способны отображать и передавать внутреннее содержание. То есть, Бог не внешними глазами, там, у кого там зеленые, карие, там, ой. А он видит через глаза, проникает в глубину. Глаза просто как зеркало отражения души, то есть, внутренности. И это пленяет Бога. Очень часто, когда говорят там о девушке, вот она красивая, говорят, прежде всего, глаза. Ну, так, бросается в глаза что-то. Глаза бросаются в глаза. Глаза это показатель. Когда нам что-то нравится, мы не отводим с этого глаз. Мы говорим так. Ожерелье на шее. Одень здравомыслие и рассудительность. Как ожерелье на свою шею в притчах. Здравомыслие, здраво рассуждать, здравомыслие и рассудительность. Десятый. О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста. Как много ласки твоей лучше вина. И благовония мастей твоих лучше всех ароматов. Превосходство и преимущество невесты. Благовония мастей твоих. Твое присутствие. Для меня что-то особенное. Ласки это слова благодарности, хвалы и поклонения. Это лучшая жертва. Жертва уст. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня. Господь говорит, это жертва уст. Но, когда Иисус здесь говорит, что наши ласки, наша хвала, поклонение, служение Ему и наше присутствие лучше вина. О каком вине Он говорит? Бог не может о греховном вине говорить. Потому что Он не пьет вино Вавилона, вино греха. Он не может говорить о вине Духа Святого. Потому что это две вещи, но которые нельзя сравнивать. Да, вино это собирательный образ Его творения. Это Серафимы, Херувимы, Архангелы, Ангелы, Начальство, Силы и все Его остальное творение. Которое приятно для Него. Потому что все, что Он сотворил, да, оценил, сказал хорошо весьма. Но, Бог ценит наши ласки, наше внимание, наше взаимоотношение с Ним выше, чем взаимоотношение с Серафимами, Херувимами, Архангелами, Ангелами. Представляете, это вообще. Это вообще. Потому что мы невеста. Он не женится на Серафимах. Никто не может быть ближе к жениху, чем невеста. Никто не может и никто не должен. Одиннадцатый. Сотовый мед каплет из уст твоих невеста. Сотовый мед. Мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. Благоухание Ливана. Капающий сотовый мед. Когда что-то капает в Писании, еврейское слово капать каплями, это пророчествовать. Когда сотовый мед каплет из уст, это говорит о том, что пророческо о мед, в ритчах найдете, говорит о мудрости. То есть высвобождаются, мы высвобождаем пророческую мудрость из своих уст. Мед и молоко, земля, текущая молоком и медом, говорит об обетованной земле, ханаане, земле красок, то есть красочной земле, красивой, красоте, под языком, под небом. Благоухание одежды. Дух святой приносит аромат Христа. Помните Псалм 44, написано, что у Иисуса есть одежда и они пахнут. Алое, кассия и смирна. Каждый дух, будь то Господний дух, дух человеческий или дух нечистый, бесовский, они пахнут. Они имеют духовный аромат, который если мы ходим в духе, мы можем чувствовать. Помните Баба Яга, русский дух. Вот почему нос символизирует духовное развлечение, если вы его видите во сне и в видении о человеке. Нос символизирует духовное развлечение. Память, запаха, самая сильная память, больше чем слуховая и зрительная, и осязательная. Запах мы никогда не забываем. И когда мы возвращаемся в какую-то среду, сразу она приходит. Вот почему эта песня, она просто благоухает, она пахнет. Евреи говорили, песня песней пахнет Богом. Благоухание одежды, как одежда Ливана. На Ливане росли кедры. Кедры, вы знаете, сосновые деревья. То есть, как сосновый бор, там сосна пахнет. Она не только пахнет хорошо, она еще очищает воздух. И вот такое благоухание из наших одежд. Мы благоухание Христова. Помните, Павел говорит, запах живительный для кого на жизнь, и запах смерти для кого на смерть. Мы пахнем в духе. Кедры, свежесть, чистота, святость. А, сотовый мед. Мы уже рассмотрели, да. Двенадцатый. Запертый сад, сестра, моя невеста. Заключенный колодезь. Запечатанный источник. Запертый сад. Сад. Интересно, что... Сад запертый. Везде, где в Писании говорится сад, подразумевается рай. Иден. А знаете, как рай переводится с еврейского? Наслаждение. Наслаждение. Человек был сотворен для наслаждения с Богом. Но дьявол извратил все, и похоть она все извращает. В этом случае. Мы должны наслаждаться взаимоотношениями с Богом. Тогда мы будем наслаждаться молитвой. Не... Шандай, Шандай, Рабахам, Бараха, Бараха, Бараха. Все, пошел на работу. Это не молитва. Наслаждение. Или удовольствие. Иден. Заключенный колодец. Запечатанный источник. Он заключил, запечатал запертый сад, нас, для себя. Он огордил, окружил нас и запечатал, как свою собственность. Только Он имеет доступ. И Он один, кто может пользоваться этим источником, наслаждаться этим садом, нашим взаимоотношением с сною, и пить из этого колодца. Он жаждет нас. Заключенный колодец. Колодец. Именно у колодца Иисус говорил о поклонении женщины, которая была у колодца. То есть, колодец говорит, Он жаждет воды, Иисус. И это наше поклонение. Он жаждет нашего поклонения. И поклонение наше только для Него, не для каких других идолов. Он запечатал нас. Это говорит о посвящении, печать посвящения. Запечатанный источник. Источник, это не колодец. Источник символизирует начало, приоритет, лучшее, начатки плодов. То есть, Он наш приоритет. Он первый, чтобы во всем Ему, как говорит Колоссянам, чтобы во всем Ему иметь первенство. То есть, Ему первые плоды, Ему все самое наилучшее. Чти Господа от начатков всех прибытков Твоих. Ему лучшее. Он заключил, запечатал, запер нас для себя, как свою собственность. И мы говорили запечатанный источник, колодец, ну и сад. Рассадники Твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нарты, шафран, аиры корица со всякими благовонными деревами, мира и алой со всякими лучшими ароматами. Рассадники, клумбы, то есть ухоженные, приложено усилие, чтобы возделывать сад, Адам был помещен туда. Бог дает нам что-то и потом учит нас это возделывать. Сад с гранатовыми яблоками. Сад искупления, потому что гранат, красный цвет символизирует полноту искупления Иисуса Христа. Много семени в одном гранате, полнота. Превосходные плоды. Здесь написано, сад с гранатыми яблоками, превосходные плоды. Что это за превосходные плоды? Это плод духа. Девять проявлений плода. Любовь, мир, долготерпение, кротость, радость, милосердие, верность, воздержание. То есть эти девять плодов. Киперы с нардами. Нарт переводится буквально с еврейского как свет. Бог есть свет. И мы являемся светом этому миру. Шафран символизирует веру. Потому что шафран ценился, был ценным благовонним и ценился на вес золота. А золото, Бог ценит веру больше, чем драгоценное, хотя и огнем очищенное золото. Нашу испытанную веру. Аир это благовонный тростник. Тоже благовоние. Корица, святость сердца. Она источает аромат и входила в елей помазания. А помазанием отделяли. И это называлось святыней Господней. Корица говорит о святости Божьей. Мира, послушания в испытаниях. Алой, это не вот это алой, который у нас на балконе или на окошке растет. Не об этом алой говорится. Алой символизирует близость. Высокоценящаяся благовонная смола. То есть все эти благовония были особой ценности. Очень дорогие. Это были лучшие ароматы. Это совершенство Христа, Его добродетели, которые исходят из нас, как невесты. Которые мы высвобождаем. Пятнадцатый. Два стиха осталось. Садовый источник, колодец живых вод и потоки Сливана. Это мы. Представляете? Садовый источник. Садовый источник. Колодец живых вод и потоки Сливана. Садовый источник. О чем говорится? Из рая вытекала река. И потом разделялась на четыре других. Из сада выходил источник река. То есть это говорит об этом месте, об этом положении. Это река. Из чрева потекут реки воды живой. Это река Духа, которая течет от престола Божьего, от престола Божий в нас. И листья для исцеления народов, и эти деревья, и так далее. Садовый источник. Колодец живых вод. Помните, в Ветхом Завете Иаков копал колодцы, копал колодцы, копал, копал, и вдруг нарвался на колодец живой воды. Мы не знаем, что это было. И как это было. Ну, если там говорится живая вода. И Писание говорит очень много, если вы знаете, глава 58, о посте говорится в Исаии. Написано, будешь ходить на высотах земли, и дам тебе наследие Иакова. Так вот, наследие Иакова это колодец живой воды. Это обилие благословений, которые текут из нашего чрева. Духовных благословений. Колодец живых вод. И потоки с Ливана. То есть, мы представляем, ну, потоки, проходит дождь в горах, и несутся эти потоки, которые распространяются на равнины, в сухие места, и орошается низменность. Последний. Поднимись ветер с севера, и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Ветер с севера несет дождь, прохладу, освежение, и также определенные трудности. Ветер с юга, засуху, тепло и жару. Оба эти ветра символизируют работу Святого Духа. Дух, ветер, руах, и греческая пневма, то же самое. Ветер и дух в Писании взаимозаменяемы. То есть, оба эти ветра нам нужны, чтобы сад рос правильно, культивировался правильно и совершал свою работу. Поэтому иногда приходит прохлада, освежение, отрада, дождик, такое приятное, мы такие веселые. И потом приходит засуха, какие-то проблемы. То не пришло, оттуда деньги не пришли, зарплату удержали, то все. И то, и другое нужно для сада. Потому что слишком много освежаться тоже, извините, можно растаять, как сахарные растаять. Можно так расслабиться и обнаглеть, и облениться, что вообще ничего не захочешь делать. А пришла жара, начал действовать, жара пришла. Поэтому оба эти ветра Бог посылает в нас, в наше сердце, где находится этот сад. Два ветра нужны, чтобы повеять на сад. Поэтому мы здесь проходим духовные сезоны, в которых и преображаемся. Поэтому нам надо разрешить ветрам Духа проделать работу в нашем саду, в нашем сердце. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой. То есть мы его сад, мы приглашаем его, и он вкушает сладкие его плоды. То есть он вкушает то, что он непосредственно иссеял. Добрый вечер. Открываем с молитвой. Господь, мы благодарим Тебя. Помоги нам закончить остальные четыре главы успешно. В благословение получить полноту Твоих благословений. А Ты, Боже, по мере того, как пусть слово, оно будет сегодня, как дождь, сходящий на скошенный лук. Как роса, сходящая на траву, Господь. Сделай язык мой тростью скорописца, который, чтобы Ты свое слово записывал в сердцах народа Твоего. Алмазным рисом вырезал и глубоко во имя Иисуса Христа, чтобы семя любви было посеяно, чтобы плод любви он взошел. Ради Тебя, ради Твоей славы, Господь. Мы благодарим Тебя. Дай необходимую мудрость, ведение, разумение, развлечение и истолкование духовных вещей, которые Ты положил в Своем слове в песне песней. Благодарим Тебя, Господь. Мы устремляем взор к Тебе, для того, чтобы Ты говорил с нами, Отец, во имя Иисуса Христа и вел нас дальше. И чтобы было положено огромное, великое начало продвижения наших взаимоотношений с Тобой. Чтобы мы шли в глубину, в широту, в высоту, в долготу и познавали превосходящую разумение и любовь к Христову, чтобы нам исполняться всею полнотою Божьей. Пусть Твое помазание будет на этом месте, Дух Пророчества, Дух Премудрости и Откровения, Святой Дух. Мы просим, чтобы Ты запечатлел то, что Ты хочешь сказать навсегда, Господь. И чтобы помазание, оно пришло вовнутрь и научало нас всему. И в том, в чем оно будет дальше научать нас, чтобы мы в том пребывали. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Поехали. Пятая глава. Вы можете, чтобы Библии были открыты, чтобы мы следили. Пришел я в сад, мой сестра, моя невеста, набрал миры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напитался вина моего с молоком моим. Мы говорили уже, сад, место общения. Сад был перенесен, Эдемский сад, на третье небо. Апостол Павел говорил, когда он был восхищен на небо, он был в раю, то есть, в Эдоме. Третье небо, это одновременно является раем, рай на третьем небе. Но также Дух Святой, когда сошел в день Пятидесятницы, он взял этот сад с неба и поместил в сердца тех, куда он входит. Когда мы принимаем Иисуса этот рай, это третье небо, оно уже внутри нас. Поэтому никуда в космос лететь не надо. Набрал, собрал. Бог хочет есть и пить. Иногда, конечно, он самодостаточен, он ни в чем не нуждается, но он сделал себя хотящим и нуждающимся. Жениху не хватает невесты. Вот почему все, что было раскручено, развернуто на планете Земля во Вселенной, все только с одной целью. Чтобы вечный Сын Божий приобрел для себя вечную спутницу невесту. Вся история, все грехопадения, падения, Израиль, все, что связано, Новый Завет, Ветхий Завет, все это с одной целью. Чтобы у Иисуса была невеста. Папа хочет благословить его невестой, чтобы у него была невеста, чтобы она разделила престол с ним. Но ему приятно проводить время и питаться медом. Мед, мы уже говорили, мудрость. Помните, в притче говорится, сын мудрый радует отца. Бог радуется, когда мы поступаем мудрый. Конечно, поступаем, когда мы глупо, это его не совсем радует. Пить вино это дух и молоко слово. То, что исходит из нас. То, что мы предлагаем ему как невеста. Хотя первоначально, конечно же, это его. Поэтому везде здесь говорится, с ароматами моими, поел сотов моих, с медом моим, напитался в вина моего, с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. То есть, моя невеста, она имеет изобилие всего, что есть. Что есть и что пить. Духовную пищу и питье на всех хватит. Она щедра и готова делиться всем, что я дал ей. Никакого недостатка. Ни в чем она не имеет. Она исполнена духой веры, мудрости, силы. Она так же, как и я, является даятелем. Поэтому, друзья, приходите, ешьте и пейте. На всех хватит. И еще останется. Второй стих. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Потому что голова моя вся покрыта росою, кудри моей ночную влагою. Возлюбленная, голубица чистая. Мы вчера изучали. Но теперь мы смотрим, что происходит здесь. Она говорит, что я сплю, отдыхаю, но сердце мое бодрствует в ожидании. Она в ожидании Господа. Она хочет, чтобы Господь ее посетил, чтобы Господь пришел. Иисус говорил, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Трезвитесь, бодрствуйте. Так же сказано, противник ваш дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить. Он может поглотить только того, кто не бодрствует. Кто бодрствует, он поглотить не может. И вот она здесь ждет. Ее сердце бодрствует, она ожидает. И опять то, что мы видели в прошлый раз, вчера. Вот голос моего возлюбленного. Помните вчера? Голос возлюбленного. Вот он скачет по горам, прыгает по холмам. Сначала приходит голос. Она слышит его голос. И пытается, ну и радуется тому, что происходит. Он стучится. Голос стучится. Сначала стучится голос, потом стучится личность. Давайте посмотрим. Се стою у двери и стучу. Мы же понимаем, что Иисус стучит не физически. Своими пальцами, руками где-то. Как стучится он? Так как стучимся мы. Ищите и найдете. Простите, дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите. И отворят вам. Как мы стучим? Настойчивой молитвой. То есть своим голосом, который мы делаем известным на небесах. Папа, помоги мне. Вот у меня папа. То есть мы стучим. Пока не отворится дверь. Так же самое стучится Иисус посредством своего голоса. Он пытается влиять на ее сердце. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная. Потому что голова моя вся покрыта росою, кудримой ночною влагою. О чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что он приходит Иисус. Принося свои страдания. Вот в этот самый момент сестра невеста должна познать то, что она еще не познала. Он приходит с Гефсиманией, с Гефсиманского сада. Ночь символизирует испытания и трудности. И он орошен, пропитан этими испытаниями, этими проблемами, которые были в его жизни. Самое трудное место, которое для него было, я верю, не было на Голгофском кресте. А в Гефсиманском саду. Гефсимания. Давильня. Да, пресс. Там, где он был под большим давлением, под большим прессом. И вот он здесь приходит. И говорит, что я для тебя страдал в течение ночи. Тьмы. Помните, он говорит, но теперь власть тьмы, когда его взяли. Я отдаю себя в распоряжение, и теперь власть тьмы. Вот это символизирует здесь ночь. В своей земной жизни я пропитался и спил сполна чашу отца. Был послушен до смерти и смерти на кресте. Пережил боль и страдания. Перенес за тебя, возлюбленное. И я пришел к тебе, чтобы и ты разделила крест. Чтобы ты разделила боль креста. Чтобы ты была участницей моих страданий. Чтобы и ты познала ненависть. Меня ненавидели и вас будут ненавидеть. Меня принимали и вас принимали. Злословие злословящих меня, тебя пали на меня. Поэтому мы иногда злословим, будучи злословыми за имя Христова. Нас иногда поносят. То есть эта ночь символизирует гонение, символизирует испытание за имя Божье. Страдающий плотью перестает грешить. Ты пережила со мной прекрасные моменты духовных высот. То есть здесь испытание, он приходит. А что есть испытание? Помощник, достижение, возрастание и зрелости. Без испытаний мы не возрастем никогда. В библейской школе мы получаем только ведение. В реальной жизни мы на самом деле испытываемся. И тут Иисус приходит не тот, кто прыгает по горам, кто прыгает по холмам. Не тот, кто ввел ее в царские чертоги, в опочивальни свои. Не тот, кто накрыл для нее стол и пригласил ее за стол. Не тот, который пригласил ей посидеть в своем переносном паланкине, в своем одре. А тот, который приносит страдания. Иисус из Гефсимании под прессом и давлением. И говорит, что моя праведность, она тебе дается только через боль Креста. А ты лежишь в своих одеждах праведности. Испытания. Знаете, что они делают очень часто в нашей жизни? Срывают нашу самоправедность. И здесь он говорит, что твое познание не будет полным, если ты не познаешь меня в этой эпостасе. Если ты не примешь и не разделишь со мной муки, боль и крест. Возьми крест свой. Отвергни себя, возьми крест и следуй за мною. Я скинула хитон мой. Как же мне опять надевать его? Хитон мой, самоправедность, одежда самоправедности. Я вымыла ноги мои. Как же мне опять марать их? О, как эти страдания не вовремя. То есть она ждет, ее сердце бодрствует. Она ожидает Иисуса. И он приходит так, как она не хочет его принять. Она не ожидает от него такого. Она была на всех этих высотах, под помазанием, в присутствии Божьем, переживала его славу. И тут вдруг он приходит и приносит страдания. И никто из нас не любит страдания, потому что никто из нас не является духовным мазохистом. Надеюсь. А как эти страдания не вовремя? И чему? И за что это мне? Почему именно я? Я разделась. Зачем мне опять надеваться? Ты не вовремя пришел. Тем более таким образом. Я не ожидала тебя в таком виде. Я вымыла ноги. Зачем мне их пачкать? Мне хорошо там, где я есть. Я бодрствовал сердце. Но такого тебя я не ожидала. Мне так комфортно, а ты портишь все мои удобства с тем, что ты принес мне. Страдания. Но без страдания в нас никогда не разовьется самосострадание. Просто сострадание. Не самосострадание, самосожаление, а сострадание. А без сострадания мы не сможем эффективно служить людям. Потому что здоровый не поймет больного. Ты кем я так наслаждалась? А теперь я не чувствую ни присутствия твоего, ни помазания твоего. Ты пришел и не доставил мне наслаждения, которого я ожидала. Удовольствия. Хотя ради этого ты меня создал, а принес страдания. Я не чувствую твоего присутствия. Я не нахожу места среди служителей. Я перестала наслаждаться поклонением и молитвой. Что происходит? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину. И внутренность моя взволновалась от него. Все же в сердце было маленькое. Отверстие, замочную скважину. Сердце ее не было открыто для такого переживания. Но чуть-чуть было открыто. И она взяла руку и пыталась засунуть эту руку. Он взял засунуть. Это значит, что его присутствие нашло все же небольшое место, чтобы коснуться ее определенным образом. И внутренность моя взволновалась. То есть все же каким-то образом Господь мог коснуться моего сердца и повлиять. Он дал понять ей, что это от него эти страдания. Потому что, когда трудности приходят, первое, всплывает дьявол. Второе, всплывает, я где-то в чем-то согрешил. И начинаешь каяться в грехах, которые сделал, повторно, которые сделал по 3-4 раза. Потом еще в тех даже, которые не произошли. Это его присутствие. Но невеста, имеющая узость мышления, такая, как замочная скважина, как замочная скважина, ограничена видением Господа в славе страдания. Потому что со страданием следует слава. Если с ним терпим, то с ним и царствовать будем. Кто хочет царствовать, тот должен терпеть. Господь терпел и нам велел. Одна из самых лучших пословиц мирских, которая, в принципе, взята с Библии, которой не подкопаешься. Она понимает, что это он. И начинает производить определенные действия. Ее внутренность заволновалась. Уже маленькое отверстие было открыто, и он смог кое-как коснуться ее. Я встала. То есть, она предприняла определенные действия, чтобы отпереть возлюбленному моему. Из рук моих капало мира. Мы говорили, что мира связана со страданием. Из перстов моих мира капало на ручки замка. Она взволновалась. Когда мы волнуемся, у нас ладони потеют. То есть, она взволновалась, и результат. Она поняла, начала чуть-чуть понимать, что Господь от нее хочет, и она обратилась навстречу к Нему. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда Он говорил, я искала Его и не находила Его. Звала Его, и Он не отзывался мне. Интересно. Интересно, что тут происходит. Господь причинил ей боль. Души в ней не стало. Причиняет ли боль нам Бог? О да, я могу заручиться сто процентов этим. Он причиняет боль с любовью. Потому что обрезание и очищение всегда больно. В Библии один пророк говорит, Он причиняет раны, Он же и лечит их. Господь калечит, Господь и лечит. Если можно просто выразиться. Почему? Потому что любая операция болезненна. Потому что Бог делает операцию без анестетика. Вот почему Он, в принципе, не принял на кресте анестетик, который Ему дали в губке. Для того, чтобы до конца пронести эту боль и страдания за человечество, и не облегчить ее каким-то анестетикам. И иногда мы желаем этого анестетика обезболивающего, чтобы это все легче прошло. Но оно так не проходит. И мы гефсиманию проходим, и плачем, и ноем, и стянаем, и визжим, и все остальное. Чтобы мы почувствовали боль. Иначе мы не будем сострадать другим. Иначе мы будем неэффективны в служении тем, у кого есть боль в сердце. Определенную боль нужно пройти, и все преодолевшее устоять. И Бог, Он испытывает не только веру. Вот многие говорят, вера, вера, вера. Бог испытывает и любовь, кстати. Не только веру, но и любовь. Есть люди, которые проходят испытания веры, но не проходят испытания любви. Жених повернулся и ушел. Он не говорил с ней. Это не акт горькой обиды или мести какой-то. А вот ты мне так вот сразу не откликнулся, и я тебе сделаю то же самое. Ах так, тогда до свидания. Это акт любви. Раз ты не готова, раз ты едва справилась с собою, чтобы подняться, чтобы открыть мне, я не возложу на тебя это бремя. Но ты пройдешь все равно кое-что. Ты осталась со своей собственной болью. Души во мне не стало. Жених оставил ее с осознанием ее собственной неготовности и с осознанием ее потери. Очень часто, тут можно даже привести это не только к страданию, а всегда, когда приходит Бог. Сколько раз люди говорили, что они видели благословенный сон, где Бог им сказал очень важное, показал что-то важное. И они поленились встать и записать это. Сказав, о, я утром запишу это. И когда они просыпались утром, они уже ничего не помнили. Несколько раз в своей жизни ночью я слышал, как Бог называл мое имя. Дима. В ухо. Так вот, как Самуил, Самуил. И что вы думаете, я подскочил? Нет. Ах, Господи. Повернулся на другую боку и все. И потом приходилось каяться в свое время. Он приходит, чтобы предостеречь, что-то сказать, что-то дать нам. Мы отвергаем эти инструкции, потом на следующий день мы встречаем какие-то, какой-то челлендж, какой-то вызов. Нам кто-то бросает, какие-то трудности, а мы к ним не подготовлены. И у нас нет определенного обеспечения для этого. Такие вот случаи бывают. Но слава Богу за страдания, потому что после страдания наше видение Бога намного яснее. Страдания очищает, а чистые сердцем узрят Бога. И поэтому необходимо в страданиях быть верным. И вы знаете, в страданиях иногда даже на слово уповать не можешь. Думаешь, что к тебе кто-то придет, слово скажет, кто-то тебе попророчествует, а если есть какой-то пророк, то он тебе не упомянет о том, что ты проходишь. Почему это так? Потому что иногда за что цепляешься, так только уповайте на верность Божью, как Давид говорил. То, что он верен, он сдержит слово, он каким-то образом меня выведет. Чаще в страдании мы пытаемся понять, почему это, для чего это. Но это не время, когда нам надо что-то понимать. Мы понимаем обычно позже. Надо просто стиснуть зубы, ничего не понимая принять и верно проходить это с любовью и продолжать любить, продолжать любить Бога. Она пошла на улицу искать его. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. До этого момента жених хранил ее, лелеял ее, покрывал ее, знамя надо мной, любовь, защищал ее. Но вот служители в церкви, стражи, служители суда и справедливости срывают с нее это покрывало, которым она наскоро укрывается, обнажают ее без того страдающей, разве им это не знакомо, сколько таких жалких утешителей появляется, которые сразу с местами Писания к тебе прибегают. Тебе надо так поступать, тебе надо так это делать, но там нет никакой любви, там только есть возможность ранить еще больше. Они никого не жалеют, бьют направо и налево. Им все равно, потому что они не находятся в этом состоянии. И очень часто, когда ты проходишь страдания, всегда есть те, кто говорят, это он согрешил, значит, каким-то серьезным грехом. И Бог с ним разбирается, они не понимают работы Божьей в сердце человека, который страдает. Они исполняют свои обязанности и делают то, во что верят и должны делать, не расспросив, не разузнав, что происходит, что с нами случилось. Они навязывают свои жестокие советы и говорят не в духе любви и ранят даже дальше душу без того израненную. Вот это вот эти стражи. Заклинаю вас в чере Иерусалимский. Если вы встретите возлюбленного моего, что скажите вы ему, что я изнемогаю от любви. Я изнемогаю от любви. Даже в страданиях и трудностях, которые проявляются в моем сердце, я нахожу в себе силы, Господь, сказать, что я люблю тебя. И я буду любить тебя в страдании. Хотя она изнемогает и желает быть любимой, как никогда. И вот во времена страданий сложнее всего чувствовать любовь. И во время страданий иногда мы ропщим. И иногда приходит такое в сердце, что иногда после этого думаешь, я знаю, с вами не бывает, все святые. Вот, но я говорил Богу такие слова, Господь, ты меня подставил. Когда такая проблема у нас с ребенком пришла. Я сказал, ты меня подставил, я не могу тебе доверять больше. Извини. Как я теперь могу, понимаете? То есть не должен, о, аллилуйя, это все ерунда и сказки. Как стать служителем без слез? Никак. Служителем без слез ты не станешь. Давид не мог стать без слез. Служителем. Хорошо. Девятый. Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных? Прекраснейшая женщина. Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? К чему такие усиленные просьбы? Чем он лучше других? Мы не видим никакой разницы. Для нас есть много удовольствия и хорошего помимо Бога. Да, мы служим Богу, но у нас также есть много другого, чему и кому мы служим. Так говорят, ее спрашивают эти черри иерусалимские. Чего у тебя такая навязчивая, странная идея бегать за своим возлюбленным? Знаете, много христиан скажут, ну я понимаю, сестричка, верить в Бога, ну не до такой же степени. Это фанатизм какой-то. Ты вообще как, ну так же нельзя вообще посвящение «Бог, Бог, 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 Бог», а тебе другого ничего не слышишь. Что это Господь? Что это такое вообще? Так же нельзя. Надо наслаждаться жизнью. А как же? Жизнь пройдет и все. Что, только Бог один останется? То есть, мы знаем о чем речь. Но когда она прошла страдания, ее сердце очистилось, тогда она начинает видеть Бога так, как его раньше никогда не видела. И вот здесь описание Господа, описание Иисуса Христа. Один брат, помню, в Киеве позвонил мне, и он сказал, «Я знаю, как выглядел Иисус по плоти». Я говорю, «Как?» И вот он приводит это местописание, «Возлюбленный мой бел и румян». Я говорю, «Подожди, подожди». Здесь ничего, невозможно быть белым и румяным в одно и то же время. То есть, правильный перевод – «красен», «красный». Белый и красный. Не то, что румянец, а вообще красный. Что это значит? Красивый, прекрасный. Но, смотрите, бел и румян. Здесь говорится об Иисусе Христе. Цвет белый – цвет Божий, чистоты и праведности Божьей. Цвет красный – цвет Адама. Адам был взят из глины. Цвет еврейского слова – красный. То есть, Иисус Христос – сто процентов Сын Божий и Сын Человеческий. Одновременно. Он бел и румян. Лучше десяти тысяч других. То есть, помните, мы говорили, тысяча – это превосходное число. Десять тысяч – это вообще. То есть, никто и ничто не сравнится с ним. Не подается сравнению. Помните, в Исаии, пророке, он неоднократно говорит, с кем сравните вы меня? С кем сличите? Посмотрите на высоту небесную, где вы можете найти кого-то подобного мне. То есть, он несравненный. Голова его – чистое золото. Голова – господство, владычество, главенство, авторитет. Чистое золото. Он – царь славы. И он – правитель небесного Иерусалима. Там тоже этот город сделан из чистого золота. Кудри его, волнистые, черные, как ворон. Мы уже говорили, волнистые – это красота и здоровье, черные – это молодость, юность, как ворон. Двенадцатый. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Как голуби простота и верность при потоках вод полны жизни духа. То есть, глаза полны жизни или глаза потускнели. Да, разные вещи. Полны жизни у него. Купающиеся. Что это значит? Помните, вот это слово, которое нам дал Господь с Александром Секирем – втыкать. Втыкающее. И так вот в одну точку смотрят, в ступор какой-то, да? Купающиеся, то есть, подвижные. Живые, подвижные. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать сердца тех, кто полностью предан ему. Очи Господа на всяком месте видят злых и добрых. Купающиеся в молоке – слово. В молоке – сидящие в довольстве. На жертву души своей, мы говорили, 53 глава Исаии. Он будет смотреть, написано, с довольством. То есть, мы – жертва его души. Он положил душу за нас. Поэтому никогда не думайте, что даже, когда мы согрешили, он раздражился и очень недовольный такой, насупил брови. Нет. Он по-прежнему смотрит с довольством на жертву души своей. Мы не можем быть одно время жертвой души, и тут упали уже не жертва души. Когда он искупил нас, как искупитель, он искупил нас со всеми потрохами, если можно выразиться, со всеми ошибками и со всеми грехами. И его ни в коем случае не удивляет, что мы где-то упали и поскользнулись. Может, это до нас удивляет, как я в это вляпался, а его это не удивляет. Он знает, что такое человеческая натура. Вот. Но это не дает, конечно, нам повода это использовать, да, ну, знаете, в качестве оправдания определенных вещей, но тем не менее, Писание говорит, что пишем, дети, чтобы вы не согрешали. Но если уж кто и согрешит, у нас есть ходатай Иисус Христос. И, конечно, Он смотрит с довольством на нас. То есть, Он доволен, когда на нас смотрит. Это приятно осознавать, что Папа смотрит на нас с довольством на Иисус. Это говорит о том, что мы смело и с дерзновением, без всякого осуждения можем приходить к престолу Его благодати. Потому что, если мы не с дерзновением приходим, а с осуждением, Писание говорит, если сердце вас осуждает, то коль ми паче Бог. Тогда мы ничего не получим. Если мы с осуждением, так вот, не смея поднять свои глаза, приходим к Нему. Щеки Его, цветник ароматный. Щеки, мы уже говорили, да? Способность расширения, распространения, объем, то есть, что-то, что будет хранить содержимое. Цветник ароматный. То есть, Он наполнен хвалы Отцу Иисусу. Хвалит ли Иисус Отца? Да. Евреям 2,12. Возвещу имя Твоего, братьям Моим, посреди церкви воспою тебя. Это пророческая песня. Господь, я видел это несколько раз в своей жизни, и Господь сам пел эту песню. Это когда Иисус через кого-то поет Отцу. Хвалу. Посредством невесты. Посреди церкви воспою тебе, Отец. То есть, это делает Иисус. Гряды благовонных растений, то есть, источают аромат неба, аромат духа. И грядка, это что-то такое ухоженное, говорит о порядке Божьем. Об устройстве Божьем. Написано, Бог есть устройство и мир. Но Его устройство, прежде всего, это праведность, мир и радость в Святом Духе. Покажите мне церковь, где все якобы в порядке, служения идут стройно, но там нет радости и мира. И я скажу вам, что эти люди находятся в большом заблуждении. Хотя у них все идеально, в точку настроено. Где нет праведности, мира и радости, это не царство Божье. Это не порядок Божий. Поэтому люди иногда понимают порядок по-другому. Один сидит там, другой сел там, третий, вот он порядок. А у Бога свой порядок. Он приходит и наводит свой порядок. Люди говорят, не могли бы вы как-то более порядочнее изгонять бесов, чтобы не было шума, крика, чтобы они так спокойно выходили. Но Иисус, когда их изгонял, они с сильным воплем выходили из людей. Что я могу сделать? А не могли бы вы вот так помолиться, чтобы никто не падал? Потому что вот он падает и мешает другим стоять в воле. Так это не я его валю. Есть проповедники, которые толкают вас. У меня шея болела. Я один апостол пришел, молился за меня в Южной Африке. Я вот так вот, как баран, уперся рогом, а его руку, и он тянул меня, чтобы повалить. У меня шея заболела от такого сопротивления. Такое не делается. Но когда Господь касается кого-то, они падают в духе, слава Богу, это Божий порядок. Нет, это не может быть. Все должно быть благопристойно и чинно. Чинно это значит по чинам, а не так чинно, как мы представляем. Хорошо. Иоанн Креститель, он ходил в шкурах овечьих. Он не ходил в пиджаке, в каком-то костюме от Ферреро или еще там какой-то. Он одевался для того, чтобы мозолить глаза людям. И Бог всегда это делает. Я никогда не перестану это говорить, но это его принцип работы. Он всегда будет оскорблять разум человека. Всегда. Он иногда умышленно оскорбляет наш разум, чтобы показать, что в нашем сердце. И иногда какой-то проповедник приедет, который вообще не соответствует нашим стандартам. И мы будем сидеть, исполненные какого-то негодования. Да кто это такой? Чем он себя... Это Господь его использует таким образом. Потому что мы должны привыкнуть, а у нас должно быть нестандартное мышление. Нестандартное мышление. Если у нас стандартное мышление, у нас проблемы. А Господь использует людей с нестандартным мышлением. Дьявол использует людей со стандартным мышлением. Очень таких культурных, образованных, логически все вычисляемых, как Иуда. Иуда был самым разумным и самым мудрым в глазах этого мира апостолом. Эти рыбаки вообще недотепы какие-то. Но именно в Иуду вошел сатана, поэтому лучше быть таким нестандартным, как Петр. То он одно, то другое, то третье. Ничего. Говорит, что ты, сестра, бросаешься в крайности? Ну я хоть куда-то бросаюсь, ты хоть никуда не бросаешься. Сидишь, кто ничего не делает, кто не рискует, тот не пьет вина Духа Святого, правильно? Поэтому каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. О, ты такие ошибки здесь допускаешь, а я бы этого сказал, не сделал. Ну выйди, давай послушаем тебя. О, не-не-не-не-не, я, ну что ты тогда разговариваешь, что ты судишь? Вот мне в книге вашей, брат, вот это вот не понравилось. Напиши книгу, потом ты будешь обличать. То есть, ну понимаете, сделай что-то, а потом мы будем смотреть. А так вот, я бы поступил так же, ну, если бы, да кабы. Хорошо. Хорошо. Дальше смотрим. Губы его лилии, чистота, источают текучую миру. Помните, мы говорили, мира символизирует пророческое служение также, потому что Иисусу дали миру текучее, капающее пророчество, то есть дух пророчества, дух премудрости и откровения капает из уст Иисуса Христа. Это свидетельство Иисусова, то, что он свидетельствует из своих уст, он передает духу пророчества, а он делает это известным нам, для того, чтобы это свидетельство распространялось в церквях. Руки его золотые кругляки, кругляки округлости, то есть его руки круглые, другими словами. Тяжело, конечно, приставить, но округлость символизирует завершенность, завершение руки, работу и действия. То есть его действия основываются на завершенной работе креста. Свершилось в полноте его царства и славы, потому что золотые, царство и слава. Завершенность его работы символизирует. Они также усажены топазами, усажены, нанизаны, значит, очень много этих топазов везде. Топаз с еврейского символизации называется искупленный, этот камень. Говорит об искуплении. А усаженный, значит, много, покрыто. То есть это полная работа искупления всего и вся, который совершил Иисус Христос. «Живот его, как изваяние слоновой кости, обложенное сапфирами». Живот, изваяние, старославянское живота не пожалею, жизни не пожалею. Жизнь духа, то есть которая вот здесь находится наш дух. И слоновая кость говорит о прочности, крепости. Дух крепости, силы, правоты, твердости и решимости. Это такой дух у Иисуса Христа. Сапфир переводится как чистый, ясный и учитель. То есть это помазанное учение Христова, которое высвобождает Господь. Помните? Кто не принимает всего учения, того не принимайте. Все в дом и не приветствуйте, ибо участвующий в этом участвует и в злих делах. Всякий, пребывающий в учении Христовом. Почему не Иисусовому? Христов помазанник, то есть помазанное учение. Если учение не помазанное, оно бестолковое. Дьявол может встать за кафедру и проповедовать через кого угодно. И если на этом не будет помазания, в этом слово не помазанное, оно полностью пустое, бестолковое. В нем нет никакого смысла. Так как, ну, оно не приносит никакой пользы. Потому что помазание дает нам наделение. Помазание дается нам, чтобы исполнить работу. Как можно смотреть, помазанное учение или не помазанное? Из этого можно смотреть содержимое этого учения. От Христа ли оно или просто от человека? Потому что есть сейчас некоторые проповедники, которые просто копируют проповеди Бенихина с компьютера. И слово в слово проповедуют. Ну, здесь таких нет, слава Богу. Вот, поэтому, ну, я знаю других, которые вот так вот случилось это, случалось это с ними. То есть помазанное откровение с неба, учение Христова. Голени его, мраморные столбы. Голени, прочно стоит. Мрамор, крепкий, красивый камень. Непоколебимость Бога твердо стоит на своих ногах. Утверждение. Сама истина. И мрамор, прочность, красота. Прекрасная, красивая истина, которая является Господь Иисус. Написано, дьявол не устоял в истине. Потому что не было в нем истины. Поэтому, когда мы в истине, мы устоим, потому что истина стоит твердо и непоколебимо. Золотые подножья. Земля, он говорит, подножия ног моих. А также я прославлю подножия ног своих. Он говорит в Исаии. Он будет находиться на небе, да коли враги его не будут положены в подножия ног его. Подножия ног его это мы. Он опирается на нас своими ногами. Вы знаете, что такое подножие? Это у царя, когда он сидел на троне, ему ноги не болтались в воздухе. И не хватало иногда ног, чтобы они касались земли. Там была такая, как скамеечка небольшая, подножие, где они ставили... Я когда был в одном из... Когда я учился в Англии, нас возили в некоторые дворцы царские. Королевские вот в Англии. Я видел ковер на всю эту стену. То есть в два раза больше, три. Сделанный из золотых серебряных ниток. Цена этого ковра один или два года работы, заработной платы целой Англии работников. То есть, ну роскошь такая. Там сначала приходишь, бронзовый зал, все из бронзы. Потом серебряный, серебро. А потом золотой. А за троном маленькая комнатка. Оббитая красным бархатом и дырка такая, горшок для царя. То есть, туалет его. Прямо так, чуть-чуть дальше за троном. Интересно было посмотреть. Поэтому мы подножие ног, и мы золотые. Помните эти два свидетеля, две маслины? Они источали из себя золото. Золото вообще прекрасный материал. И мы, Писание говорит, мы должны стать золотом. Золотой елей. В Захарии почитаете? По трубочкам стекал. Они источали из себя золото. Мы должны источать из себя золото. А золото, серебро и драгоценные камни, это валюта Царства Небесного. Царства Божьего. Кто сим строит, того, когда придет испытание его дел, его дела устоят. А если дерево, сено, солома, это говорит о чем-то земном. Вот, поэтому в этом не устоят. Золото прекрасный проводник. А мы или проводник Божьей славы, или резистор. Золото не портится. Поэтому мы, как золото, не должны быть подвержены моральному или какому-то другому растлению этого мира. Чтобы быть невлияемым, неповрежденным от духа этого мира. Золото, несколько грамм золота, оно обладает таким свойством тягучести. С него можно делать нитки. И я не помню, сколько грамм, может быть 10 грамм золота, можно растянуть на 30 километров. Сделать нитку. И так же должны мы быть такими, чтобы Господь, аж будете свидетелями, аж до края земли. То есть, не какой-то мальчик с пальчик, а довольно серьезный. Вид его подобен Ливану. Мы уже говорили, подобен Ливану. Ливан переводится как белый, то есть самоправедность и чистота. И величественен как кедр. Кедр, величие, сила, крепость. Великий Бог Израилев, да? 16. Уста его сладость. Сладость говорит всегда о благодати. Несущая благодать. Весь он любезность. То есть, все его существо это любезность, приятность. То есть, приятно находиться в его компании. Вот почему грешники находились с нами, пока грешникам неприятно находиться. Потому что у нас есть внутреннее осуждение. Очень часто в их жизни. И когда мы идем евангелизировать, мы хотим их сначала сделать подобными, как мы, а потом мы их полюбим. Но Бог, написано, возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, а не когда мы уже такими хорошими и пушистыми стали. Поэтому Он их любит такими, какими они есть. И я верю, что в евангелизации и в служении неверующих мы добьемся большего результата, когда мы начнем любить их так, как любит их Бог по-настоящему. А не так, ты изменись, вот брось курить, вот брось там это, все, и тогда я приму тебя. Мы на молитвенной говорили, что есть два вида греха, да, делание и неделание. И вот мы обращаем на это внимание. Кто там курит, не курит, кто пьет, кто что там, слабоалкогольное, сильноалкогольное и так далее. Все это смотрим, потому что это видно. Но внутри, если покопаться, там, брат, я не употребляю вина, ну прекрасно, ты же объедаешься. Чтобы сердца ваши были не отягощены пьянством и объеданием. Если объедаешься, то какая разница, считай, что пьешь. И мы все профи в этом деле, потому что мы любим покушать. Объедаться, это не значит хорошо покушать. Объедаться, это вот, я знаю, когда спать не можешь. Уже настолько, что вообще вот так в одну точку. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, черри иерусалимские. Невеста не только любит его, она его любит с познанием. Она знает, кого она любит. И, по-моему, в Фессалоникийцам где-то написано, апостол Павел молится за церковь и говорит, чтобы любовь ваша еще более возрастала в познании и всяком чувстве, в духовном чувствовании. В духовном чувствовании. Поехали дальше. Так, первую, пятую прошли, да? Шестая. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая женщина? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. После славного описания возлюбленного, у девиц иерусалимских появляется желание узнать больше о нем. И где его найти? Они заинтересовались и захотели более близких взаимоотношений. И спрашивают о его месте пребывания, ту, которая близко к ним. То есть, когда человек хочет ближе узнать о Боге, он иногда обращается к тем, кто близко ходит с ним, с Богом. И они решают присоединиться к ее поиску. Поищем его с тобою. Второе. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в стадах и собирать лилии. Куда он еще пойдет? В свой сад. Ему некуда больше идти. Его желания не поменялись. Он желает близости в нашем сердце. Там его и нужно искать. Третье. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Опять происходит утверждение, укрепление принадлежности. Духовная идентификация. Писание говорит, мы соработники, сотрудники. Сораспялись с ним. Сострадаем. Вот это со. Соединение. Греческое слово синергетики. Мы в Киеве говорим, ступайте в наш клуб синергетиков. Саша и я. А кто это такие? Ну вот синерджи. Знаете, такая группа есть? Синерджи. Соединение двух энергий. То есть это соработник. Греческое слово. Моя энергия и Божья энергия соединяются воедино. И совершается определенная работа. В первой главе 16 стихе она говорит, возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Такая нотка эгоистичности. Возлюбленный мой принадлежит мне, он принадлежит мне, а я ему. А здесь она уже говорит, я принадлежу возлюбленному моему, а он мне. Что-то уже поменялось в их взаимоотношениях после страдания. Страдание очищает нас от эгоизма. Страдания мы считаем себя самыми несчастными. Иногда нас раздражают братья и сестры вокруг, у которых все хорошо и все прекрасно. И мы думаем, мне бы, Господь обличил меня недавно и сказал, сын мой, я хочу, чтобы ты отрекся от глупых слов, которые ты еще говоришь. Я говорю, Господи, я уже перестал говорить, блин, я перестал говорить, ничего себе. Перестал уже говорить. Что я еще говорю? И Господь сказал, ты говоришь, мне бы твои проблемы. Я говорю, и что? Ты берешь проблемы других. Ой, сестра, мне бы твои проблемы. На, получай, они пришли. И помимо собственных мы еще носим проблемы других. Кому это надо? Я отрекся, покаялся, вышвырнул все эти проблемы и сказал, не, мне только свои собственные, подавай, Господь, и больше не нужно. Да, и свои иногда. Так что. С четвертого стиха идет описание невесты. Прекрасно ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезно, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Фирца – это хананский город, бывший взятый Иисусом Навином. Был очень красивым. Символизирует красоту. И Фирца была столицей одно время перед Самарией, перед тем, как Самария стала столицей северного царства Израиля. Иерусалим, основание мира, это южное царство Израиля. Иерусалим был столицей южного царства. Любезно, как Иерусалим. Грозна, как полки со знаменами. То есть, имеет силу. Грозная. Кто такой грозный? Опасный. Для врага. То есть, мы представляем, должны представлять огромную опасность для врага. Мы должны наводить, мы террористы, духовные, которые должны быть самыми страшными террористами на этой земле. Исламисты должны шугаться, христиан-террористов. Страх и ужас мы должны наводить своим хождением с Богом. Помните в деяниях апостолов, а прочие не смели предстать к ним. Боялись предстать к апостолам, потому что видели, что Бог с ними ходил. Когда Бог с ними, с нами будет ходить, такой страх и ужас нападет на соседей наших, что они будут прибегать и каяться и говорить, мы не знаем, что происходит. Мы тут трясемся, от чего не знаем. Может, ты нам подскажешь, да, от Бога моего, который обитает во мне и в моей квартире. Поэтому нам нужно Господа. Было популярно, знаете, люди ходят, освещают свои квартиры. Надо самих себя осветить. Причем тут квартира? Причем тут потолки, стулья и какие-то там мазать маслом. Себя помажь маслом достаточно. Ты осветишься и квартиру осветишь свою. А если сам не осветился, там стены, холодильник осветил, что толку от этого? Сам потом и запачкаешь их своим прикосновением. Поэтому, хотя есть вещи, которые надо Господь по водительству, но это не должно быть такой, знаете, как обычная практика. Я в свое время даже думал, подделаться под православного и деньги зарабатывать таким образом. Ну, купить вот эту всю форму, все, кресты уже изучал, ходить и подрабатывать. Думаю, а чего нет? Чего нет? Ну, в свое время, не сейчас, в свое время. Господь так чуть-чуть изменил, подкорректировал. Грозна, как полки со знаменами. Иисус немного говорил о церкви в Новом Завете, он много говорил о Царстве Божьем. Потому что Царство Божье больше, чем церковь. Оно включает в себя церковь, но намного больше. Но то откровение, которое он сказал о церкви, связано с войной, с военными действиями. Я построю церковь, и врата Адал не одолеют ее. То есть будет война, ребят. Приготовьтесь к войне. Пятое. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Мы можем так смотреть на Бога, что Он будет волноваться. И говорит, слушай, перестань смотреть, я уже не могу вообще. Ты меня просверливаешь, пронизываешь. Наш посвященный взгляд. Всегда видел, говорит, Давид, перед собой Господа. Вы знаете, как можно чувствовать взгляд? Вот иногда в Духе происходит такое, когда ты начинаешь чувствовать, что Иисус, Бог на тебя смотрит. То есть ты чувствуешь глаза Его на тебе. Вот так вот и Он чувствует, когда мы просто смотрим на Него верно и преданно. Там косточку или еще там, не знаю, что там. Ну не косточку, но что-то нам. Когда мы верно и преданно смотрим, Он это чувствует, ему это нравится. Там я тебе только уклони глаза свои. Нет, Он так не говорит, конечно. Говорит, смотри больше. Шестое. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с галада. Мы уже вчера разбирали это. Зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары огнят и бесплодных нет между ними. Разбирали вчера. Седьмой. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Разбирали вчера. Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа. Девятый. Но единственная она, голубица моя чистая, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее. Царицы и наложницы и восхвалили ее. И восхвалили ее. Шесть число человеческое. Шестьдесят цариц, это и шесть символизирует образ. Восемьдесят наложниц. У нас переведено как наложницы, в другом месте как благородных девиц. То есть такие благородные, имеющие определенное благородство. Восемь число обрезания. На восьмой день обрезались. Восемь душ спаслось в ковчеге. То есть также символизирует новое начало и совершение спасения. То есть это незрелые верующие. Восемьдесят наложниц. Шестьдесят цариц уже более, менее достигли определенного. Но Бог отличает свою невесту все равно. И Он говорит, но она единственная. И девиц без числа вообще. Бесчисленное количество верующих. По статистике уже там, ну и счастливы, но что-то пару миллиардов уже на земле. Только меня не спросили. Верующие или нет. Потому верить в статистике это самое последнее дело. Меня что не спросили, как они могли засчитать. Они считают всех, кто называет себя христианами. А мы знаем все в нашей стране христиане. Все. Кого не спроси, все христиане. Поэтому девятое, да, единственное и неповторимое. И она будет прославляема царицами и наложниками. Соломон взял кое-что от отца Давида. Теперь давайте посмотрим, держите там закладочку. И посмотрим на другую короткую песнь любви. Чтобы это было подтверждением тому, о чем мы говорим в другом месте Писания. Это Псалом 44. То есть это будет подтверждать то, что здесь говорится в книге, в песне-песне Соломона. 44 Псалом. Начальнику хора на музыкальном орудии Шашан. Учение сынов кореевых песен любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю песнь моя о царе. Язык мой, трость скорописца. Понятно, да? Трость скорописца, язык символизирует пророческие речи. Пророческое служение. Пророчески говорить о царе. Сердце благое. Давид говорит, дух Господа Бога во мне и слово его на языке моем. Ты прекраснее сынов человеческих. В песне-песне мы это находим, да? Ты прекраснее. То есть Иисус. Благодать излилась из уст твоих. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать. Посему благословил тебя Бог навеки, Отец. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильной славою твою, красотую твою. То есть Бог сильный, прекрасный, славный. И у него есть меч, исходящий из уст его, обоюдоострый меч. И говорится в откровении, что вот таким он придет на белом коне. То есть не в физически белом коне, кобылице. Но потом мы будем смотреть, когда семинар по откровению будет. И в своем украшении поспеши. То есть Бог красив. Восядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И рука твоя покажет тебе дивные дела. Рука это Дух Святой сейчас. Остры стрелы свои народы падут перед тобою. И они в сердце врагов царя. Он придет наказать язычников, которые не приняли его. Престол твой Божий вовек. Жезл правоты, жезл царства твоего. Праведности. Он правит посредством праведности. И мы также посредством его праведности правим. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Некоторые люди пытаются ненавидеть грех и беззаконие. Но сначала надо возлюбить праведность. Вот это очередность. Мы никогда не возненавидим грех, если не возлюбим праведность. Сначала нам надо дать что-нибудь хорошенькое и вкусненькое. Домашний такой пирожок вкусный. И потом, когда вы на рынке эти тошнотики купите, вы в рот не захотите их взять. Рыночные пирожки, да, тошнотики называются. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Мне возлюбленный брат Коля сказал, как где-то вот там на Ленина кошка объедала мясо с шаурмой. И ее зафиксировали, и я все, я теперь шаурму не ем, спасибо. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников. Я хочу быть более помазанным. Я хочу двигаться в большем помазании. Возлюби праведность его любовью и возненавидел беззаконие его ненавистью. Все одежды твои, как смирная аллоя и кассия, то есть он пахнет. Смирная это мира, аллоя, мы уже говорили, что это значит, близость. И кассия воскресения, сила воскресения. Из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Чертоги слоновой кости, место силы. И там еще увеселяют, хвала. Дочери, а теперь смотрите, разница здесь. Дочери царей между почетными у тебя. Есть дочери царей между почетными, знатными. Стала царица одесную тебя в афирском золоте. Сидите по правую руку одесную. То есть вокруг. Смотрите, царица в афирском золоте, это невеста. Но есть дочери. Дочери царей между почетными. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. Забудь свою прежнюю идентификацию, как ветхого человека. Прими нового человека. Облекись в нового человека, который обновляется по образу создавшего его в святости и истине. И возжелает царь красоты твоей. То есть он желает нашей красоты, как невесты. Ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами. И богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава дочери царя внутри. Потому что Христос в нас надежда славы. Одежда ее сшита золотом. У цариц золотом была одежда расшита. В испещренной одежде ведется она к царю. Видите, невеста. Но за нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Дочери Иерусалимские. Приводятся с весельем и ликованием. Входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род. Посему народы будут славить тебя во веки и веки. Хорошо. Что у нас еще здесь осталось из шестой наложницы? Ага, десятый стих. Кто это блистающая, как заря? Вначале она говорила, я черна, смугла. Солнце опалило меня. Теперь она блистает, белая. Заря. Блистать, слава, свет. Излучает славу и свет. Прекрасно, как луна. Луна прекрасна. Луна это то, что там на луну кто-то воет или кто-то колдует. Это не знаю, что луна не прекрасна. Луна творение Божье. И луна светила меньшее. И символизирует веру. Луна, которая приходит от слышания, приходит от Бога. Луна отражает свет солнца. Светлое, как солнце. Солнце светило большее, и это любовь. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Бог есть, солнце и щит. Он дает благодати, лишающих, ходящих непорочно, он не лишает благ. Лицо Иисуса в откровении, как солнце, сияющее в своей силе. Но в песне Деворы, в Судьях, Девора говорит в последнем стихе. Любящие же его, Бога, да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей. То есть мы будем подобны Богу. Способности и характере. Грозное, как полки со знаменами, говорили. Одиннадцатый. Я сошла в ореховый сад, посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, рассвелили гранатовые яблоки. Сошла в сердце, посмотреть на его состояние, что там происходит. Исследуйте себя, верили ли вы, апостол Павел говорит, самих себя испытывайте, исследуйте. Ибо не знаете, что Христос вас. Ибо хотя он немощен, был распят в немощи, но силою Божию воскрес, так и мы, хотя немощны в нем, будем живы силою Божию в нас. Ореховый сад. Орех очень питательный, но нужна работа, чтобы добраться до глубины ореха. Его надо разбить. Доколупаться до сути, увидеть за буквой дух. Поэтому некоторые вещи поверхностно, мы, если мы изучим какие-то вещи поверхностно, мы не получим никакого результата, мы не напитаемся, не напитаем себя поверхностной пищей. Орех просто так, ну, как бы, что-то его оближешь, ничего не будет. Его надо разбить, чтобы съесть что-то. Зелень – это свежесть, рост, восстановление, обновление. Распустились или расцвели мои желания? То есть, какое состояние мое к нему? Каковы мои взаимоотношения с ним? Очень приятно, ну, правильно делать время от времени просто переоценку ценностей. Вот так садиться и чертить какую-то параболу, гиперболу, график, где я был, где я сейчас, в чем, как я пребываю, что Господь делал, что говорил и так далее и тому подобное. Те, кто записывает, им намного легче все это. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего. Еще есть проблема. Колесницы – роскошь, но это не царские колесницы, это не колесницы Цоломона, царя, а знатных народа. Она чуть не соблазнилась и не увлеклась чем-то душевным, каким-то богатством человеческим, что высоко у людей. Чуть не сошла с пути, чуть не вошла в компромисс со своими собственными желаниями, которые не исходят от Господа. Седьмая. Видите, как мы сегодня хорошо? Оглянись, оглянись Суламита. То есть дважды. Оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. О, ты такая великолепная, прекрасная, красивая. Дай, посмотрите, насладиться твоим великолепием. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод монаимский? Что вы смотрите на меня? Что вы за мной бегаете? Все, что произошло в моей жизни, сделал Господь. К нему идите. Истинный служитель, он не будет внимания к себе притягивать. Он будет указателем на Иисуса Христа, откуда все пришло его. Помните, апостол Павел вообще говорит, что что ты имеешь, что ты не получил. А если получил, чего хвалишься, как будто бы не получил, а заработал. Все мы имеем по благодати. И нам нечего к этому добавить. Благодатью Божьей мы есть то, что мы есть. Я не хочу к себе привлекать внимание, Суламита говорит. Суламита переводится как мирная. Город Сунем, Санам, в колени с Сахаровым. Очевидно, она оттуда. Оттуда была Ависага, Сунамитянка, Сунам. И также была женщина, которая приняла Елисея. Помните, сделала ему горницу. То есть такой город, известный такими хорошими, праведными женщинами. Оттуда, по всей вероятности, была Суламита. Маханаим. Это соуб. Помните, Иаков возвращается со своей семьей и встречает группу ангелов. Это сообщество семьи Иакова встретилось с сообществом ангелов. Маханаим переводится как два хоровода или два воинских стана. Два сообщества, два лагеря. Встреча неба и земли. И также Маханаим это военный танец. И буквально он переводится как танец меча двух сообществ. Вокруг большого костра этот танец танцевал. Должно быть красиво с мечом прыгать вокруг коста. Это не бесовщина. Можно по-разному прыгать. Костер перепрыгивать в день купала не надо. А так все нормально. Пожарил картошечку, там потанцевал, прославил Иисуса. Это все хорошо. Второй. О как прекрасны ноги твои в сандалиях, черь именитая. Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Ноги обутые. То есть не раба. У нее уже обуты ноги. То есть она уже знатная, именитая. И она готова благовествовать мир, благовествовать благое, нести Евангелие. Как прекрасны на горах ноги тех, кто несет благую весть, благовествует благое. Вот бедра, великолепие, красота, привлекательность. Они как ожерелье, украшение, которое сделано искусно. Бедра также для женщины способность воспроизводить. Плодовитость. Третье. Живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое ворох пшеницы, обставленной лилиями. Живот круглая чаша, чаша спасения. Чаша моя преисполнена, Давид говорит. Чашу спасения вознесу, имя Господне провозглашу. Почему живот, местонахождение нашего духа человеческого, в котором обитает дух Божий. Не истощается жизнь с избытком. Ароматное вино, святой дух. Исполнено святого духа. Чрево ворох пшеницы, слово Божье, которое уже созрело. Достигло зрелости во внутренности. То есть, уже жатва была обставленная, то есть, окруженная чистотой и славой лилии. Четвертое. Два садца твои, как два козленка, двойни серны. Говорили вчера. Пятое. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои озерки и севонские. У ворот Батрабима. Нос твой башня ливанская, обращенная к Дамаску. Очень много символизма. Смотрим. Мы говорили, шея это воля, слоновая кость, крепкая, твердая в Господе. Глаза озерки и севонские. Глаза твои блестящие, как от вина. Иаков пророчествовал Иуде. Озерки, есевон, переводится как блеск. Есевонские озерки блестящие. А озеро это резервуар с водой, то есть, жизнь духа. Батрабим, дочь многих. Многих. Как Авраам, отец нации, так и она дочь многих. Нос это наше развлечение. Башня ливанская, дозорная башня на высоте. Аввакум говорит, на башню мою стал я, чтобы наблюдать, что скажет он во мне. Обязанность стража, это то, что им должна церковь. На стенах Иерусалима я поставил сторожей, чтобы не умолкали. Страж, бдительность и способность различить врага. Увидеть, распознать, кто идет. Обращенное к Дамаску. Дамаск был столицей Сирии, Сирия был издрелью враг Израиля. То есть, наблюдательный пост против врага. И я верю, что приходит время, когда благословенный пророк Рик Джонер сказал, что будет такое время, что ничего не будет происходить на земле. Ничего, чего не будут знать пророческие люди, где что-то произошло. Мы будем собираться и будем говорить, где что, где как произошло на самом деле. Потому что новости иногда не соответствуют реальности. Помните, как Елисей написано, он знает, что вообще у тебя в комнате происходит царь. То есть, вот такой ходил в таком откровении, в познании Бога. Шестой. Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твои, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Голова кормил. Кормил буквально переводится гора сада или плодоносное поле. Почва плодородная. Гора кормил всегда зеленая, цветущая, в цветущем состоянии. Символизирует славу и царство Мессии. Михей говорит, паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила. То есть, это гора сада, плодоносное поле, где мы должны обитать. Исаия говорит, слава Ливана дастся ей, церкви, великолепие кормила и сарона. На этой горе пророк Илья свел огонь с неба и посрамил пророка Вала на горе Кормил. Там он молился о дожде. Там укрывались пророки Атеизавели, потому что на горе Кормил есть пещеры и гроты, где можно укрываться. Там же уединялся и Елисей иногда. Елисей. И Елисей, я сказал вообще. Елисей. Волосы слава, для женщины красота. Пурпур, царственность. Фиолетовый цвет. Царь увлечен твоими кудрями. Ну, понятно. Седьмой. Как ты прекрасна, как привлекательно возлюбленная твоей миловидностью, привлекательная твоей миловидностью. Твой образ, вид привлекает, притягивает. Книга-притч мудрый привлекает души. Когда Бог дает вам дар, Он сделает это известным другим. Никогда не надо выпячивать дар. Вот Бог дал вам дар исцеления, Он это сделает известным. Чтобы вы могли приходить, использовать этот дар и получать исцеление. Не надо там, у меня есть дар, у меня есть дар, приходите. Нет, Господь сам приведет. Если Он дал вам дар учителя, будут те приходить, то будут спрашивать какого-то совета или еще чего-то. Восьмое. Этот стан твой похож на пальму и груди твои, как виноградные кисти. Стан, как пальма. Праведник процветет, как пальма. Пальма сравнивается всегда с праведником, с процветанием, с стройностью, с прямотой, с праведностью. Но также способностью благоухать в трудных ситуациях и трудных условиях. Пальма может стоять в пустыне и зеленеть. Груди виноградные кисти. Один виноград, немного благословения, кисть. Где-то в пророке написано, не повредите кисть, ибо в ней благословение виноградное. То есть это символизирует полноту благословений. Почему две? Двойное благословение. В Захарии говорится, возвращайтесь на твердыню пленники, надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Подумал я. Слава Богу, Бог о нас думает. Иногда очень важно получить откровение, что Господь думает о нас 24 часа в сутки. Как они не имели Бога в разуме, то есть не думали о нем, то предал Он их превратному уму, а Он имеет нас в разуме. Кто из человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что обращаешь на него свое внимание. Мы не обделены вниманием. 24 часа в сутки Он уделяет нам внимание. Проблема не в нем, в нас. Мы не всегда available. Мы не всегда желаем отдавать Ему это внимание. Поэтому даже в самой занятой, в самую занятую пару, когда нельзя молиться, можно дать какой-то знак Господу. Все окей, Господь. Все, работаю. И пошел дальше. От нас не заржавеет, Ему будет приятно. Бог желает нас. Так, поехали. Влез бы я. Ну, желание у Бога интересно. Влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы местом кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблок. Запах ноздрей дыхания, которое приносит освежить имени яблоками, свежесть. То есть, Бог желает довольно близкого общения с нами, уже ближе некуда. А он, никто не может ближе быть к нам, как Бог. Второй после Бога, кто может быть ближе к нам, это муж и жена. А потом уже все остальные. Десятый. Уста твои, как отличное вино. Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Вино течет. Он притворил воду в вино. Слово стало духом и жизнью. Слова, которые я говорю вам, суть духа и жизнь. К другу, к Иисусу течет это вино. И услаждает утомленных. В Исаии написано, он дал мне язык мудрых, чтобы я словом мог подкреплять изнемогающих, утомленных. Одиннадцатый. Я принадлежу другу моему, и к нему обращено желание его. А, я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Желание Бога к нам обращено. Тоже 24 часа в сутки. Принадлежность моя к нему, и Бог желание. Не всегда у нас это происходит. Да, взаимность не всегда во взаимоотношениях. Не всегда. Двенадцатый. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах. Приди, пойдем в поле, мир. Побудем в селах, послужим, не знающим тебя. А, выйдем на евангелизационный крусейд совершим. А после этого, поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвелили гренатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе. То есть, поутру это время молитвы. Время утренней жертвы. Пойдем в свое место, где ты и я, и я и ты. Помните, Кузьмин пел, да? Только ты и я, только я и ты. Посмотрим, что происходит с садом. Некоторые песни я пою Иисусу, современные. Помните, я одну уже пел. Ну, прекрасные слова, потому что, от Господа. Выше облаков. Выше облаков мы с тобой начнем сначала и сказать люблю. Смотрите, только применить это надо в правильное. С Эроса переместиться в Агапа и все будет хорошо. Правильно? Полюс моего притяжения. Ты и только ты, без сомнения. И поешь, и помазание приходит. Как это так? Ну, я не беру всемирские песни, вы понимаете? И это не то, что я их слушаю. Просто вот так вот приходит иногда. Спонтанно. И вот потом начинаешь петь, чего бы нет. Все равно это не их. Это Бог дал талант писать песни. Вкладывает некоторые слова, чего бы нет. Не перестает свидетельствовать даже через неверующих. Посмотрим, что происходит с садом, местом духовного общения. Там в тайне от всех, в тайной комнате. Я окажу тебе ласки. Буду говорить о любви и делиться с тобой любовью. Там я окажу ласки моей тебе. Четырнадцатый. Мандрагоры уже пустили благовония. И у дверей наших всякие превосходные плоды. Новые и старые. Это сберегала я для тебя мой возлюбленный. Мандрагоры яблоки любви назывались на востоке. То есть, другими словами, еще это было половым стимулятором для мужчин. Маленькие, желтые, сильно пахнущие яблоки. У дверей наших в пределах досягаемости есть плоды. Новые и старые. Старые не значит испорченные. А старые, значит, проверенные на практике, наученные опытом, богатые духовно, богатые духовным опытом, постоянно пополняющиеся чем-то новым, новым обязательно. Помните, написано, Иисус говорит, что разумный книжник, наученный Царству Небесному, выносит из сокровищ своих сердца новое и старое. Вот здесь об этом и говорится. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Конечно, плоды, которые мы приносим, это только для Иисуса. И нужно беречь их. Нужно беречь благодать, помазание. Помните, апостол Павел сказал, Тимофей, надеюсь, что ту благодать, которую ты принял, ты принял не тщетно, не впустую. Очень часто мы заряжаемся на служении, потом быстро разряжаемся. Зарядился, получил благословение, вышел с церкви, я такой ерунде болтать начал, что все это ушло и ничего, ни капельки не осталось. Потому что мы протекаем. Вот в чем проблема. Мы зарядились, вытекли, зарядились, как дуршлаг. Поэтому надо все дырочки перекрыть и оставить. Иногда после некоторого служения просто ни с кем не хочется разговаривать. И не надо ни с кем разговаривать. Я теперь буду скотч брать физически, закрывать рот. Люди будут знать, что я уже говорить не могу. И буду сзади руки связывать и уже уходить, чтобы только не потерять благодать. Или там наручники куплю, посмотрю. Береги, помните, апостол Павел говорит, добрый залог духа, который в тебе. Смотри, чтобы кто не восхитил венца твоего. Потому что желающих много. Враги есть, дьявол, который приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Плоть, этот мир, похоти и так далее. И последняя заключительная глава. Последняя заключительная глава. Знаете, иногда интересно, что мы стесняемся Бога нашего. И мы стесняемся просто рассказать другим о Его великолепии и могуществе. Я смотрю, неверующие вообще не стесняются. Иногда девушка смотришь, а одела такие штаны, что, ну, думаешь, телиться ты, ну, что, что, в зеркало на себя не видишь, что одевать, что не одевать. Самое обаятельное и привлекательное. Все. Мода, все хорошо. Открыто говорят, кто как напился, кто сколько. Хорошо посидели, хорошая вечеринка, там, пол ящика водки, там, пива. То есть, открыто. И никаких проблем. Мы иногда стесняемся. Здравствуйте. Можно у вас тут чуть-чуть попроповедовать, поделиться словом? Ну, на моего отца это не похоже, он всегда свидетельствует так, что я потом краснею. Слишком прямо, слишком. Восьмая глава. О, если бы ты был брат мне, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. То есть, конечно, если брат, то есть, как бы родственник, никто бы не обращал на это внимания. А так обращают внимание. Вообще, верующие любят совать нос не в свои дела. И любят обращать внимание на руки. О, эти встречаются, встречаются, встречаются. Видишь, что-то он неравнодушно на нее посмотрел, знаешь, что-то будет. Вот такое вот. И иногда за близость с Богом нас будут осуждать. Наши же братья и сестры. Потому что верующие всегда любят судить со своей позиции. Учил бы меня, ты бы учил меня. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблок моих. Учил чему? Любви. Учил взаимоотношениям, глубинам Божьим. И у нее, видите, есть что дать Господу. Бог, мне нечего тебе дать. Ну как это нечего? Есть. Твое посвящение, твое желание, твое время. Как это нечего дать? Время – самая драгоценная валюта сейчас. Дорожите временем, ибо дни лукавы. Дорожите, то есть цените его как драгоценность. Кто здесь мать? Вообще, мать по плоти – это Ева, прародительница наша. И символизирует плотскую природу. Мать по духу – это церковь. Говорит о духовной природе. И кто еще наша мама, интересно? Наша мама, оказывается, город. Наша мама – город. Зачитываю. Где наша мама. Галатам, 4 глава, 26 стих. «А Вышний Иерусалим небесный свободен. Он – Матерь всем нам». Третий, четвертый – мы проходили. Пятый – кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Восхождение от места испытания. Песень восхождения, есть такие псалмы называются. Опираясь на своего возлюбленного, полностью полагается, уповает, зависит от него. Потому что понимает, что без меня не можете делать ничего. Под яблоней разбудила я тебя. Там родила тебя мать твоя. Там родила тебя родительница твоя. Дерево яблони здесь – это крест Иисуса Христа. Потому что только через это мы получаем истинное освежение, истинное восстановление и всякое духовное благословение. Разбудила тебя ото сна, духовной смерти. Ради меня ты страдал и умер на кресте, и ради меня ты воскрес. Иисус воскрес не ради себя, а ради нас. Написано – воскрес, и Он был для нашего оправдания. Помните, апостол Павел говорил – я в муках рождения, доколе изобразится в вас Христос. То есть мы в определенной степени можем рождать Христа. И молиться об этом, чтобы Христос изобразился. То есть полностью проявился. Это те, кто молится определенным образом, они поймут о чем. Потому что это можно... Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она, как пламень, весьма сильный. Печать говорит о посвящении, отделении, принадлежности и собственности. Чей-то? Принадлежности кому-то? Сердце или разум и рука, сравните, печать Антихриста, начало и на руку. Печать Агнца, начало и на руку здесь. Описание любви здесь. Сильно, сильна сила. Лютый, кто такой лютый, свирепый? Смотрите, на свирепого зверя вот такая вот любовь. Не остановится перед чем. Мы думаем, любовь, для многих любовь это... Аллилуйя, люблю тебя, сестричка. То есть, такая сентиментальность. Любовь, она не сентиментальна. Любовь, она очень лютая и свирепа. До ревности, Писание говорит, любит Дух, живущий в нас. Яростно. Для тебя, Сын мой, Дух Святой говорит, стала эта машина идолом. Завтра я помогу тебе шваркнуть ее об дерево. Чтоб ты не увлекался слишком ей, а обратил внимание на меня. Для тебя работа твоя драгоценна. Завтра я поверну мысли босса твоего. Он вышвырнет тебя с этой работы. Я пойду на любое усилие, только чтобы ты был моим. И признавал меня. Свирепость до ревности. Но тем большую, написано, дает благодать. Это печать Святого Духа. Мы запечатлены обетованным Духом. Печать на сердце, это говорит о посвящении. Печать на руке говорит о служении. Печать совершенства, которая на нас, это огонь поедающий. Огонь ревности. И почили на них языки, как бы огненные. Бог хочет или все, или ничего. У него такая природа. Или все, или ничего. Или ты горяч, или ты холоден. Но чай теплый самый невкусный. Я люблю такой хороший, горяченький чай петь. Или вот этот cold tea. Холодный вот такой. Как вот есть холодные чаи вот эти, с лимоном там совсем. Но теплый уже, его надо или подогреть, или вылить вообще. Большие, что тут еще смотрим по поводу стрел тут. Стрелы. Что делают стрелы? Они пронзают и попадают вовнутрь. Если на них яд, они несут яд вовнутрь. Если это стрелы любви огненной, они попадают внутрь и производят любовь. То есть Бог бомбардирует нас любовью. Бог стреляет. Не купидончики. Пухленькие младенцы стреляют. Бог стреляет стрелами огненной любви. Видите, как дьявол все извращает. Словом любви. Он хочет пронзить наше сердце. Чтобы этот сильный огонь, огненные стрелы, зажигательные. Которые пускались лучниками для того, чтобы зажечь крепости определенные. Там крыши и все. И с ними тяжело было, потому что они воспламеняли одежду, кожу и так далее. То есть, чтобы этот огонь проникал вовнутрь, попадал. И поэтому иногда Бог стреляет. Ой! Вернее, не сюда, а сюда. Вот. Но иногда интересно, что вот это место, вот это место напрямую связано с этим. Поэтому, сделав по этому месту так, почему-то вот здесь что-то меняется. У детей Божьих. Поэтому, Господь иногда использует свою руку. Или, может, не свою, а руку Архангела Гаврила. Но она все равно большая. Или Михаила. Большие воды, седьмой, не могут потушить любви. И реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Большие воды, это большие трудности, испытания. И реки, это гонения. То есть, трудности, испытания и гонения. Не зальют. То есть, физически огонь вода заливает, но этот огонь духовный. Он имеет другую природу. Бог наш. Есть огонь поедающий. Кто отлучит нас, апостол Павел говорит, от любви Божьей? Ни скорбь, ни гонения, ни теснота. Ее не купишь. Воды, помните, Давид говорит, воды дошли до головы моей. То есть, это он говорит о трудностях и испытаниях, которые приходили в его жизнь. Поэтому, мы должны молиться, чтобы Бог поглотил нас своим огнем. Огнем своей любви. Вот это его откровение, которое было Моисею. Куст, который не сгорает. Чтобы мы вот так вот ходили и были этим огненным кустом, который не сгорает. Один известный человек, который был Богом задействован в пробуждении. Ему говорили, как вы этого достигли? Он говорил, я зажегся от Бога и все приходят посмотреть, как я горю. Вот и все. Когда мы зажжемся, будут приходить, чтобы посмотреть, как мы горим. Потому что у нас есть огонь. Любовь Божия, это наше воздаяние, драгоценность. Ее не купишь. Здесь сказано, что ее нельзя купить, если бы кто давал все богатство дома своего. Ее не купишь ни за какие земные сокровища. Она не подкупна. И тот, кто будет пытаться заручиться ее неправильно, подвизаться неправильно, будет отвергнуть с презрением. Все, что претендует, чтобы заслонить, затмить, заместить Божью любовь, мы должны отвергать с презрением вообще. Фу, како. Не бери. Како, греческое слово, какос, дела плоти символизирует. Вот откуда взята како, да? Римлянам 6, 7 глава. Какос освободится, от каки освободится. Да. То есть это слово хорошее. Восьмое. Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосов нет у нее. Что нам будет делать с сестрой нашу, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы бы обложили бы ее кедровыми стенами. Церковь кедровыми досками. Церковь, достигнув зрелости, полного возраста Христова, достигнув определенной зрелости, способна вести других к зрелости. В конце концов, наши глубокие взаимоотношения с Ним должны влиять на других. Мы должны помогать другим созревать. Время созревания не пришло. У нее еще нет грудей. То есть это говорит о подготовительной группе в церкви. То есть еще такие вот новорожденные христиане, еще такие, ну, недостигшие зрелости. Но ей нужно помочь, приготовить себя ко времени сватовства. И это делает церковь, помогает. Еще точно неизвестен ее потенциал, что с ней делать. Если бы она была стена, мы бы сделали то, если бы она была то. В зависимости от того, кто она, мы ей и будем служить. То есть согласно тому призванию, которое в жизни человека, мы и будем ему помогать. Если она стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. В зависимости от предназначения. Кедр и серебро, мы знаем, что это значит. Я стена, и сосцы у меня как башни. Потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Сначала она не была полноценна, и вот мы подходим к концу этой книги. Она достигла полноты, достигла зрелости, достигла совершенства. Поспешим к совершенству, апостол Павел говорит в евреям. Поспешим к совершенству. Люди не хотят зреть. Люди, верующие по 10, 15, 20 лет в церквях, духовные младенцы. Все, что они делают, они подогревают своими попами стулья. И повышают общую температуру тела в зале. Они слушают проповеди, и больше ничего с ними не делают. Они приходят попеть песни, но, слава Богу, среди нас таких нет. Ехидная улыбка расплылась на моем лице. Стена. Стена символизирует спасение. Спасение ты дал нам вместо стены, Исаия. То есть она несет спасение. Сосы как башни. Башни это твердыня. А твердая крепость. И мы уже говорили, вера и любовь. Она несет любовь и веру. Вера движимая любовью. Вот они две. Ну а надежда потом где-то... Она начала как неполноценная, теперь достигла полноты. Простираясь вперед, забывая заднее, простираясь вперед в почести высшего звания. То есть апостол Павел говорил, все, о чем я волнуюсь, беспокоюсь, это то, чтобы взрослеть, созревать и достигать зрелости. И все почитают чьи-то ради превосходства познания Иисуса Христа. Ради него я от всего отказался. Вы знаете, это местописание. Это местописание для духовно зрелых. Господь все ведет к полноте, потому что сам является полнотой, наполняющей все во всем. И он делает церковь полнотой, наполняющей все во всем. Одиннадцатое. Виноградник был у Соломона в Валгамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его тысячу серебряников. Отец виноградарь Иисус лозам и ветви. Виноградник это все мы. Это работа и деятельность Бога. Сторожа служители, апостол, пророк, пастор, учитель, евангелист, имеющий ответственность следить, охранять, культивировать виноградник, чтобы другие поднимались в подобных служениях, чтобы святые для совершения святых на дело служения, чтобы высвобождать святых на служение. Это цель пятикратного служения. Не самим служить только, а высвобождать других на служение. Если человек, пример собственный приведу, вы знаете, я приехал в Киев, я пророчествовал Саше о его призвании, я бросил на него эту мантию, милоть, которую Олегу я передал. И через пять лет Саша уже движется в пророческом служении. Вот он приезжал на пророческой школе, делился в церкви. То есть мы должны взращивать других служителей. Есть люди, которые боятся, о чем больше я помазания, это же значит и он кто-то будет, я хочу, чтобы вся слава была мне только, а тут еще будет куча, зачем оно мне надо такое? Так всем, и всех будут благословлять, и мне денег будет меньше, это все вот такое детство. Наоборот, чем больше ты будешь давать, тем больше будет приходить. Должен доставлять, написано, за плоды, то есть Бог ожидает результата от своих служителей. Тысяча, это зрелость и полнота царства, мы говорили, это параметры царства. Тысяча серебряников, все, что он нам доверил Бог через искупление, все эти таланты. То есть Бог ожидает все, что он нам доверил с прибылью. Помните притчу о талантах? Вал Гамон переводится буквально как владетель множества народов. Это мессия, это его виноградник. Свет нации, желанный всеми народами. У престола будут все народы, языки, нации, племена. Представители от каждого народа, языка, нации, племен. Двенадцатая стих. А мой виноградник у меня при себе. Помните, вначале она говорила, я стерегла чужие виноградники, своего не сберегла. Теперь она уже достигла зрелости и говорит, мой виноградник при себе. Я уже разобралась, у меня уже проблем нет ни с чем. Поэтому я в чужие виноградники свой нос не сую. А мой при себе. Смотрите. Тысяча пусть тебе, Соломон. А двести, стерегущим плоды его. То есть, есть определенная тысяча Богу. Тебе, Соломон, тысяча. Лучшая и большая для тебя, Господь. Самое главное. Двести, стерегущим плоды его. Двести, это одна четвертая часть, да? Нет. Одна пятая часть, да? Двести. Одна пятая часть. То есть, здесь говорится об очень интересных вещах. Здесь говорится о том, а значит, четыре пятых это, то есть, понимаете, четыре пятых Соломону и одна пятая стерегущим. То есть, от четыре пятых всего нашего внимания, посвящения, времени мы должны уделять Богу и, извините, одну пятую служению. У нас, наоборот, пять четвертых служению, суетишься, как белка, а плодов мало. И одна пятая там где-то Богу. Эффективность служения в познании Бога и в общении с Богом. Чем больше я отираюсь, ошиваюсь, кручусь, вращаюсь вокруг помазанника, который есть Иисус Христос, тем больше помазания я имею в своем служении. Поэтому апостол Петр проповедовал одну проповедь, три тысячи покаялась. Сейчас три тысячи проповедей надо для того, чтобы одного обратить. Потому что там особенное помазание было. Тринадцатый. Жительница садов. Он живет в садах. Прямо как цыганка. Товарищи внимают голосу твоему. Дай мне послушать его. Знаете, кто такие цыгане? Это одно из колен индийцев с Индии. Одно из единственных колен, которое отказалось воевать. Вести войну. Которое отказались люди брать оружие. Стались китайцами для того, чтобы не воевать. И в них, в этом народе надо поднять этот потенциал. Потому что я всегда в детстве слушал, ух, цыганам не ходи, у них ножи там такие. То есть мы всегда их боялись. Цыган там где-то какой-то появился и так далее. Хорошо. Во дворах Бога она цветет. Ее жилище в садах, на третьем небе, в горних обителях, в духе с Господом. Товарищи внимают голосу твоему. Товарищи. Товарищи внимают голосу твоему. Дай мне послушать его. То есть у нее есть что сказать. Потому что у настоящего человека всегда есть что сказать. Правильно? То есть человека настоящего, который помазан. Ее голос весом, это голос Божий. Поэтому ее слушаются. У нее есть авторитет и власть. Исходящие из взаимоотношений с царем в любви. Она эффективна в служении. Любовь является фундаментом духовной силы и власти. Четырнадцатый. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серни или молодому оленю на горах бальзамических. Бог уже беги. Двигайся с ускорением в духе. А теперь молитесь об этом. Помните, когда рука Божия пришла на Илью? Бог дал ему ускорение и он бежал, подняв подол. То есть что он сделал? У них же были длинные одежды. Он их поднял за свой пояс вот так, засунул. Обнажил свои портки, как говорится. И бежал впереди колесница, запряженной четырьми лошадьми, самыми лучшими, царскими. Бежал он по общим сведениям теологов, которые изучали разницу, куда он бежал в этот город. Горы Крымыл. Одиннадцать километров. Впереди лошадей. То есть это не был такой легкий бег. Это был как электроник отдыхает. Знаете, приключение электроника, как он бегал. Потому что Бог дал ему помазание двигаться с ускорением. Так вот появляется сейчас в духовной сфере, в духовной среде такой термин. Опережающее помазание. Ускоряющее помазание. И Бог хочет, чтобы мы поверили в это и вошли в это. Что делает это помазание? Это помазание делает то, что мы бежим впереди этого мира. Мы опережаем все и вся. То есть мы ведем дистанцию. Другими словами, Бог, зная о повышении цен, уже обеспечил для нас большее благословение, высвободил. Мы не зависим от цен. Пришли цены, поднялись, и мы пытаемся догонять это все, чтобы сравняться. Мы опережаем подъем цен и двигаемся в более обильных и более высоких благословениях от Господа. Поэтому начните молиться о опережающем помазании. Чтобы рука Божья... Потому что во многом сейчас мир выходит... Ну, пока еще впереди. Даже в отношении творчества. Даже в отношении творчества. И всякой техники и так далее и тому подобное. А мы еще как... Как было при царе Горохе, так, как говорится. Ну, ничего, это изменится, конечно. Уже изменится. О, в духе было сказано, да. То есть он уже позаботился о многих благословениях. Там мы говорим, Бог, какие повышения цен? Спасибо, у меня уже повышено все тут здесь. А вы не спешите еще? Буквально минут 10. Или вы спешите? Я же хочу поэму еще прочесть тут. Помните, я говорил, как Господь пел мне серенады? Конечно, конечно. Да, нет, те, кому надо, выходите уже. Нормально. То есть тут проблем нет. Если даже кому-то идти надо, беги, возлюбленный мой, будь подобен серни и молодому оленю, они хорошо бегают. На горах бальзамических. Что такое бальзамические горы? Горы помазания, горы духа, высоты Божьи. Там, где мы должны быть. Так, 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 давайте парочку. Аллилуйя. Аллилуйя. Стремлюсь, стремлюсь тебя познать, с тобою пребывать. Стремлюсь тебя найти и за тобой идти. Это я ему говорю. Так рад, что то, в чем я сейчас, лишь на мгновение, на час, на небеса и устремляю взор. Там дом мой, там мой отец, вложивший вечность в сердце, глубину, где место лишь ему и одному, единственному, кого я так люблю. Здесь на земле все и везде лишь красок мишура, но существует слава и красота. Так красота и слава принадлежит тому, кто сердце покорил и манит в глубину познания. Постигнув, постигать, достигнув, достигать, мой путь и цель, лишь он один, дающий жизнь и смысл, всесильный господин. Исполнен он огнем любви ко мне, он жаждет встречи и общения наедине, он хочет поделиться всем, что у него есть, его великих таинств мне не счесть, смотреть в его глаза и видеть глубину, проникнуть мне в незримую по сути, божественную суть и там прочесть. И вот тут говорит Господь, Гриант в моей короне, засияй и мою славу отражай, и посвящение многосильный мой огонь сойдет на мой алтарь, твое сердце приготовь, слова мои, словно сиянье свет преобразят тебя внутри, и горечь прежних тех греховных лет исчезнет навсегда. Ты обитай во свете моего лица и принимай благоволение отца, и непрестанно зри меня, и верою твори, любя мою ты волю на земле, и после ты войдешь в богатство славы, царя обильную награду примешь, и сядешь править на престол со мною, мою правую рукою ты будешь сын мой. Ну то есть для всех нас, тут нет ничего исключительного. Или вот такое. Посланничество от тебя, от меня, тебе такое, что я тебе открою, верно передай. Огонь сердечного томления высвобождаю я через откровение. Хожу я в нем, он есть свет мой, мой глаз на нем узреть. Обрел ты милость и по извечному благоволению, и тебя любовью бесконечной открываю я глаза тебе. На них елей я откровение помещаю, что видишь утверждай, что видишь да проникнет в сердце, и стоя на страже ты моей, взывай моим ты словом. Тебя я поднимаю высоко, чтоб мог увидеть далеко и близко, различать детали и штрихи, лети на крыльях откровения, лети. То есть это приходит и записываешь это послание от Господа. Молимся и все. Напрашивается все равно один сон вам короткий рассказать. Я получил из толкования, но сон недавно был очень интересный. Я ходил, я иду по улице, я знаю кучу людей туда-сюда ходят, я их особо не замечаю. Но сам я наг, обернутый в белую простынь вообще. Средь бела дня, куча людей, главная улица где-то. И я иду без штанов, без трусов, без майки, просто завернутый в простынь белую. И иду. И осознаю, что все на меня смотрят вообще. Но мне как-то от этого ни жарко, ни холодно. Меня это не беспокоит, я покрыт, прикрыт. И наоборот даже так интересно самому, смешно. Думаю, о, не от мира сего. И вот таким Господь делает нас. Не от мира сего. Поэтому он называет нас странники и пришельцы. Прибульцы, эллины. То есть, если есть инопланетяне, так это только мы. Других инопланетян нет. И после этого я летаю. Направляю мыслью свой, полет там, по воздуху, все. То есть, это говорит о праведности Иисуса. То, что Он делает нас вот такими вот. В глазах этого мира. Ибо сила Божья, Евангелие, для погибающих юродство есть. Что-то такое, над чем можно посмеяться. О, юродивый. А для нас, для спасаемых, сила Божья. Поэтому Он через эту юродивость будет смотреть. Будет совершать свою работу. Великую, чтобы посрамить мудрых и посрамить сильных. Кому-то Он даст ослиную челюсть. Что-то такое незначительное. И Он победит тысячу человек. Тысячу врагов. Ни мечом, ни как какой-то ослиной челюстью. Вот оно юродство. Юродство креста. Бог победил. И тем более, крест это не было исключением. Это была норма того дня. Обычное явление распятия преступников. То есть, не было в этом ничего. И Бог не избрал там какую-то, Он мог бы особую казнь какую-то там для сына своего избрать. Вот такое юродство просто посрамил начальство и власти, и князей мира сего, и князей духовных, и так далее. Если бы знали бы они Его мудрость, которая заключена в юродстве, то есть в простоте, они бы не распяли Господа славы. Хорошо, давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты приоткрыл завесу Твоей любви и дал нам заглянуть, Господь, через этот короткий семинар. Но, Господь, мы знаем, что это путешествие любви длиною в жизнь. Мы знаем, что это постепенное возрастание, Господь. Но мы также знаем, что теперь мы обогащены определенным ведением. И, Боже, именем Иисуса, я просто высвобождаю пророческий дух. Дух премудрости и откровения. И пророческое помазание ведения. Пророческое помазание мудрости. Пророческое помазание развлечения. На моих драгоценных братьев и сестер. Пророческое помазание истолковывать сны и видения и образы в Твоем Слове. Пророческое помазание идти в глубину Твоего Слова. И познавать Твои духовные тайны, Господь. Пророческое познавание и дар проницательности. Проницательности, Господь. Чтобы их взор, он проникал в Твою глубину, Господь. Чтобы они видели великое и недоступное. И Ты, Боже, чтобы являл свет из среды мрака, Господь. И просвещал их очи. Боже, помажь их очи Духа, Господь. Чтобы через Твое помазание мы могли видеть, и мои братья и сестры могли видеть то, что Ты хочешь в эти последние дни показать нам. Ибо мы ходим верою, а вера видит духовные вещи. Чтобы мы не ходили вслепую, Господь. Но чтобы мы знали, что Ты хочешь сделать в нашей жизни, в церкви. И вообще в последние дни, что Ты собираешься делать. Чтобы эффективно молиться и быть Твоими эффективными служителями. И просим Тебя, взращивай нас в близких взаимоотношениях любви с Тобою, Господь. И положи желание регулярно молиться по песне песней. Регулярно. Потому что мы только чуть-чуть копнули, Господь. Но там еще копать и копать. Смотреть и смотреть. Но помазание на них, да, пребывает, Господь. Пророческое помазание. Для подготовки святых на дело служения. Пусть они поднимутся в этом помазании. Чтобы их глаза видели в духе. Чтобы их уши слышали. Чтобы их сердце принимало. Чтобы они двигались в дарах откровения. В слове знания. В слове мудрости. В даре развлечения духов. Способности толковать сверхъестественное. Развязывать узлы. Знать загадочное. Чтобы служить друг другу. Этой пророческой благодатью. Да будет высвобождена на них и на всех нас. Твоя пророческая благодать. Прямо сейчас. Пусть этот елей. Просто проистечет на нас, Господь. Пусть этот огонь благодати покроет нас. Покрой нас этим маслом. И зажги нас, Господь. Чтобы мы загорелись, Господь. Пламенным огнем любви Твоей. И двигались. И Ты свидетельствуй через нас. Пророческим духом, Господь. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. И посвящаем свое сердце Тебе, Господь. Не прекращай свою работу. Мы хотим достичь зрелости, полноты, Господь. Познание Тебя. Познание Твоего Слова. Хождение в духе. Хождение с Тобою. И в служении достичь полноты. Во имя Иисуса Христа.